Так, всем привет. Блин, так прикольно всё время так начинать, когда делаем бишу, ничего до этого не было. В общем, всем привет. Сегодня у нас в гостях Виталия Шушко. Ты, получается, человек-режиссёр, художник-аниматор из Санкт-Петербурга, правильно? Можно, да, так. Учился с двух лет рисунку. Меня это очень поражает, вот эта вот цифра, с двух лет что-то учился рисовать. И тебя, вот, твоя творческая судьба привела к участию в крутом коллективе под названием «Хонг-фу». Я же правильно произношу, да? «Хонг-фу». Да, да. Где вы создали свой экшн-комикс. Да, мошн-комикс. А, мошн-комикс, да. Потом это привело к созданию своей короткометражки под названием «Икстори». Да. И которая привела, в свою очередь, участие в проекте от компании «Блюр» для Netflix под названием «Блайн-спот». Под названием «Любой смерти роботы». И один из короткометражек, моя короткометражка была «Блайн-спот». Блин, вообще, я сейчас, знаешь, готовое сердце вырваться из грудины, когда ты это признаешь. В общем, мы про это чуть-чуть поговорим, про твое становление. Придем к этому времени, ну и потом побалдеем и поговорим о том, что нас действительно интересует. Да, это вот игры, аниме, вот это и все. Зачем мы собрались, собственно говоря? Кому нужен этот Netflix, правильно? Вот. Меня на самом деле интересует... А, да, блин, извини, пожалуйста, Ваня. Ваня Лобов, наш несомненный, очень классный ведущий, который, наверное, больше будет создавать здесь вайба в общении, нежели чем я. После половины разговоров я, наверное, больше на второй план иду, а Ваня возьмет на себя уже инициативу. Итак, так, в шестнадцатом году, если я правильно помню, ты создал со своей командой короткометражку, да? После этого тебя заметила команда Blur, ну, компания, получается, Blur. Да. Да, и вот мне интересно, не то, чтобы процесс создания X-Stories, ты сказал, что ты готовил, и твоя команда, получается, готовила эту короткометражку в течение двух лет. Да. Потому что делать анимацию очень-очень сложно. Тут надо еще разделить. У меня не было команды, и первый год, ну, там около девяти месяцев я рожал, я делал полностью один. Я заработал денег, грубо говоря, закрылся дома, вот как раз на Motion Comics Jam. У меня был определенный бюджет на еду, на оплату дома, да, электричество, всего такого. И я спокойно вставал, каждый день как на работу, только делал абсолютно свое. Это, наверное, один из самых счастливых месяцев в моей жизни. И после того, как я сделал аниматик, это вот черновой вариант от фильма, да, там, где все было, кроме музыки, я его показал друзьям, кто откликнулся, работать тоже за бесплатно, с какими-то надеждами на будущее, со мной помогли в первую очередь это Лена Волк и Павел Мира, это два человека, без которых просто не состоялся в этом фильме. Или состоялся, но он бы не был таким, какой он есть, потому что уровень анимации, уровень там сборки всего гораздо выше, чем я предполагал. Так что, да, и в результате мы его сделали. Забавно, что мы его сделали, получается, за полтора года, но не было саундтрека, не было музыки. Там писалось в это время, что, но не все было готово, не все было сведено, и месяцев пять, наверное, ушло, чтобы, наконец, я нашел нужного человека и сделал. И я нашел его, это был Саша Дза, это известный очень музыкант в России, он долго работал с группой Момитроли, с Ильей Логутенко. Для нашего Motion Comics Jam он писал саундтрек. Он тоже геймер, любит всю вот эту тематику нашу, поэтому с ним было очень легко общаться, и он был полностью в теме. И я попросил его кое-что написать, он начал писать, получалось что-то, но это шло очень-очень долго. И в результате я просто однажды приехал к нему в гости в Москву на пару дней, и у него там в квартире сидя, мы там, я там, все чуть выше, чуть быстрее, чуть сюда, раз-раз, и на месте мы буквально очень быстро все сделали за пару дней. Я понял, что да, конечно, чтобы продюсировать музыку, надо непосредственно участвовать, не просто ждать там, когда тебе пришлют, потом дать фидбэк, потом еще что-то пришлют. Когда фидбэк ты даешь на месте, вот просишь, сюда подвинь, буквально сразу рождается. Если это делать вот так вот, просто пересылкой, как это было у меня, это был такой ценный опыт. Поэтому пять месяцев мультик лежал, я его показывал, демонстрировал, у того же Азата в школе скиллзап, я приходил и без звука его показывал, я его озвучил вот так вот, вот такая блазмичка, все мне плохо делали, но я знал, что мне нужно больше. Поэтому да, и когда я, в октябре мы его запустили, в ноябре уже шли разговоры с людьми, любовь к смерти роботы. Тогда еще, кстати, не было этого названия, оно появилось буквально перед выходом самого этого сборника. До этого было это UGA, Unnamed Anthology, что-то там такое, короче, графическая онтология. И мы просто UGA ее называли. Для UGA, то для UGA, все. И потом, когда они сказали, через два года тоже, когда должен был выходить. То есть мы начали это в 18-м, а мультик, нет, мы начали это в 17-м, мультик вышел в 19-м. И в Порник. И когда буквально за пару месяцев до выхода с всего сезона нам сказали, ой, любовь, смерть и роботы, это было... Нет, нет, это звучало ужасно. Ужасно. Ты знаешь, ну, ну, это совсем было не то, что любовь, смерть и роботы. Сейчас для вас, наверное, как людей, которые знают это произведение, уже там несколько сезонов, это же такое культурное явление, это нормально, вы по другим названиям его не знали. Но когда ты живешь, в этом варишься, столько всего происходит, тебе говорят, любовь, смерть и роботы. Это меня просто выбило из колени. Они сказали, хей, ну, это же название прямо по твоему мультирую. Я такой, ну, ладно. А у тебя была какая-то идея того, вот, как бы ты назвал бы эту антологию короткометражек? Или как ты представлял, какое примерное будет название? Во-первых, сложно было сказать, потому что мы были первыми, к кому обратились, это тоже, конечно, уникальный случай. И мы первые вообще начали над этим работать. И я не знал, мне сказали, что это проект Тима Миллера и Дэвида Финчера, и Тим Миллер как бы всегда с детства мечтал сделать такую антологию, но его главный источник вдохновения это тоже мультсборник под названием Heavy Metal 83-го года, если вы знакомы, если не знакомы, то ознакомьтесь, запомните, а то забудите. У нас это записано. Да, да, да. Я его с детства смотрел, он, конечно, уникальный, тоже мультсборник, потому что он абсолютно такой для взрослых, там ужастики, секс и все такое серьезное, в общем жесткое и веселое. Поэтому в первую очередь такой, знаешь, драйв-фан, такой рок-н-ролльная жесть. Я думал, что весь мультсборник таким и будет. И основывал свой, когда придумал сценарий, все на вот этом большем мультфильме. Потом, через год работы, когда начали уже появляться аниматики от других студий, нас, кстати, информировали и давали смотреть, что делают другие, чтобы мы не в вакууме делали, чтобы мы понимали, над чем работаем. Я был очень удивлен, когда увидел, что там такие серьезные философские, там по Раю Брэдбери какие-то рассказы, и я думал, боже мой, мы делаем совсем другое, гораздо более легкое. Ну, возможно, в этом и была задумка Тима Миллера, чтобы где-то жесть, где-то разбавить, где-то очень просто. У нас получился такой динамичный, простой как гвоздь сюжет, но мне нравится, мне кажется, мы сделали такой мини-блокбастер, я очень горжусь. И, в общем, да, вот так все это двигалось. Еще раз повтори вопросы, я немножко, возможно, с тем и съехал. Ты же говорил, что название тебе поразило «Любовь к смерти робота». Я думал, может, у тебя было какое-то другое представление, как это примерно должно звучать. Ну, точно не «Любовь к смерти робота», это все, что я могу сказать. Блин, ну, ладно. В общем, я вел тебя к чему? К тому, что, ну, вот, мы все художники, да, мы там что-то рисуем и так далее, и обычно так бывает, что у многих художников какой-то проект начинается, и потом многие, там, процентов 90 художников, они такие, все, уже надоело, не хочу это рисовать, буду рисовать что-то другое. А тут человек, ну, и впоследствии потом уже целая команда рисовали два года, как некоммерческий проект. Вот. Да. И у тебя не было такого ощущения, что, ну, через какое-то время, что вот, что я делаю, зачем я это делаю, не было ли какой-то там небольшой депрессии, осознания того, что, ну, возможно, это просто не стрельнет никуда. Вот. И ты останешься в том же месте. Знаешь, что там внутри я чувствовал себя очень-очень счастливым. И это, наконец, было то, к чему я шел всю жизнь. Я всегда мечтал создавать мультфильмы, но у меня по жизни из-за того, что я жил в других регионах, приходилось поступать туда, куда получалось поступать. И все это немножко уводило меня от анимации, хотя, занимаясь, да, там, сначала я в художественной школе был, делали там натюрморты, потом в художественном училище тоже там масло. Я пристрастился к тому, чтобы писать маслом, акварелью, гуашью, тушью рисовать, но в то же время все равно это была не анимация, да. Потом я поступил в Муху, это Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. Там я проучился шесть лет и тоже занимался книжной графикой. И тоже я выбрал ее только потому, что она ближе к комиксам, к люстрации, к анимации, да. И потом были какие-то проекты, дизайн, концепты и все это все равно была не анимация. Но вот именно Motion Comics Jam после него я почувствовал, что, наверное, следующий шаг должно быть что-то анимационное. Так что по большому счету я шел к этому всю жизнь и это было воплощение моей мечты, да. Я не надеялся на то, что там меня какие-нибудь любопытные роботы пригласят. Это все было возможности и главное было сделать что-то свое, да. Наконец, кульминационный момент моей всей творческой жизни наступил и я над этим работал. Поэтому депрессию приносили другие люди, друзья, когда ты там сделаешь, родители, чем ты занимаешься, зарабатываешь. Ну, в общем, вся вот эта вот обычная шелуха. Но это был такой информационный фон, я его, белый шум, как говорится. Я понимал, я уже достаточно был взрослым, чтобы понимать, что это не должно тебя отвлекать ни в каком случае. Если они живут другими жизнями со своими принципами, со своими там стремлениями, взглядами на жизнь, то это не твои взгляды. Поэтому нет, нет, я думаю, депрессии не было. Желание было, понимаешь, еще, что очень сильно заряжает, когда ты делаешь такой проект. Каждая новая сцена, да, когда она вдруг готова, и она в цвете, со всем движением камеры, со все это. И после той твоей идеи, такого набросочка крипового, карандашиком, не знаю, со спичечный коробок, вдруг ты видишь готовую сцену, ну это, это такой буст невероятнейший. Поэтому, знаешь, здесь невозможно устать. Так что у меня было так. Сколько тебе лет было, когда ты занимался вот этим своим проектом? Ну, уже за 30 было, да. А, уже за 30? Погоди, а сейчас тебе сколько лет? Сейчас мне 44. 44 года? Ничего себе, офигенно. Ну вот, в общем, если вам не 15 лет и вы думаете, как заняться своим проектом, вот смотрите на Виталю и посмотрите картометражскую их историю. Вообще, очень, я, когда только начал заниматься графикой, я решил заняться рисованием, каким-то образом вообще наткнулся на этот видеоролик ВКонтакте. Вот, тогда я просто особо в Ютубе не сидел. И такой, нифига себе. А я еще, главное, знаешь, я посмотрел весь мультфильм и обычно я не смотрю вот эти вот титры, которые происходят. Для меня всегда скучно. Вот, хотя, я думаю, для авторов потом становится интересно смотреть, кто что делает. Вот, я думаю, человек один сделал какую-то... Ну, все равно, будем честны, я не один. Один, это я как бы двигатель, да, но точно, точно не один. У меня просто язык не повернется сказать один. Елена Волк и Паша Мира, они неотъемлемая часть истории. Ну да, ты когда, ну, я уже потом, когда начал присматривать, я понял, что, ну, естественно, ты не один это сделал. У вас там было несколько человек, которые впряглись в этот большой проект. И получается, там дальше вопрос такой у меня был, ну, любовь к смерти роботы, потом, после этого уже какая-то слава, да, среди людей, которые находятся в индустрии. определенная известность, да, определенная известность, слово слава точно, никому не совсем здесь подходит, да. В художественных кругах, в художественных кругах, да, когда люди, на которых ты равнялся и которые были твоими героями много лет, вдруг пишут тебе сами, ни с того ни сего. конечно, да, крылья, это невероятно. А вот сейчас, подскажи, вот от X-Stories приходит какой-то профит? Бывают ли такие люди, которые не знали, что ты участвовал в проекте от компании Netflix, да, от компании Blur, и говорят, вот мы посмотрели X-Stories, вот мы хотим тебе что-то предложить. Или допустим, вау, ты такое сделал, а потом ты говоришь, что я еще и это делал, они такие офигеть. Да, приходят, приходят предложения до сих пор. Мне приходится отказываться, потому что я сейчас работаю над крупным проектом, это в будущем, возможно, анимационный сериал и игра. Игра, кстати, может выйти в этом месяце, мобильная игра. Сейчас мы про это еще поговорим, обязательно. Да, да, да. И очень крупный проект, поэтому я нигде не участвую. Но что меня больше всего радует, это в основном, знаешь, письма от людей, которые говорят, что вот много лет ты их вдохновляет историей, и как она изменила их жизнь, и как кто-то, после, именно посмотрев ее, решил, вау, все, я определился. И даже крупные художники мне об этом пишут, это, конечно, показывает, что я какой-то кирпичик в общее строительство современного искусства, или в целом искусства. Я, наверное, что-то вложил. Так что, да, и вот про, даже про Blindspot. Недавно было большое письмо, что человек, я не знаю, почему так люди пишут, но я долго собирался, я не знал, но у нас есть там целая фан-группа, мы так любим этот мультик, мы обсуждаем, мы придумали новые истории. Блин, это так классно, это тоже так окрыляет, такой дает буст вдохновению, поэтому я не знаю, зачем ждать. Как-то так, в общем. Ну, мне кажется, для тебя, человека, который прямо с самого детства знал, чем он хочет заниматься, это немножко, знаешь, это немножко непонятно. Вот. Мы-то с Ваней просто люди, которые относительно недавно начали интересоваться темой рисования и вообще щупать то, что нам нравится, не нравится. Вот. И такие вот вещи, как короткометражка их истории и в целом проекты от Netflix, да, от компании Blue, сильно вдохновляют. Вот. Поэтому я их очень хорошо понимаю. Еще мне нравится в тебе, Виталий, то, что ты такой простой человек, потому что я помню, когда я увидел короткометражку, я прямо сразу же тебе написал, я говорю, офигеть, ты, короче, сильно вдохновляешь и так далее. И я даже не ожидал, что ты мне ответишь, а ты мне взял и написал. Вот. И когда вот я Ване говорил, говорю, Ваня, мы сейчас будем созваниваться с человеком, который создал короткометражку для «Любовь, смерть и робота». Он такой, как ты вообще на него вышел? Ну, просто написал и вышел вон. Так что я думаю... Обычно так все работают, просто написать. Да, да, да. Оказывается, что многие люди, они такие уж и зазнавшиеся люди, да, что в целом можно написать и человек ответит. Просто может не сразу. Да, просто не сразу могут и ответить. А у меня еще вопрос касательно твоей короткометражки. Не было ли предложения снять полный метр по этому сюжету? Ну, для меня сама эта история, она была как бы законченной. Я не видел как бы смысл. Никто не прибежал с чемоданом денег и сказал, делаем срочно полный метр. Если бы это случилось, возможно, но было бы сложно. Мне, конечно, как автору, хочется что-то новое всегда делать. и, конечно, экономический вопрос всегда очень важен. Тебе нужно зарабатывать так или иначе. Если бы такое случилось, наверное, было бы круто расширить эту вселенную, да, прописать много всего. То есть, возможно, всегда это есть. Но просто сделать чисто на своем энтузиазме я бы уже не стал возвращаться к этой вселенной. У меня есть новые идеи, новые сценарии, что-то в разработке, поэтому как бы так. Пока что, если только что-то свалится, но вероятность большая. Но не собственная инициатива, да? Это уже когда? Да, да, не собственная инициатива, да. Собственная инициатива у меня есть множество интересных новых идей. Авторы всегда хочется что-то другое. Вот у меня теперь появился вопрос. Вот что бы ты хотел, точнее, какие у тебя большие ценности? Делать много, но чтобы были короткометражки, либо же сделать какой-то свой полный метр уже? Ну, на самом деле, полный метр никогда не был моей мечтой. Короткометражки мне нравится, что, во-первых, они короткие, их гораздо проще делать, они более емкие, у них можно выложиться. В общем, одинаково сложно делается все, но полный метр это вообще это уже совсем другая лига. Все совсем не от тебя будет зависеть. тебя могут выкинуть. Короткометражка все-таки останется всегда твоим авторским чем-то. А полный метр это что-то такое. Мне лично, да, желания нет. Желания нет. Опять-таки, если возможность предоставиться, наверное, я изменю свое решение, но пока что такого не было, и хочется делать короткометражки с разными новыми идеями. Это как бы моя мечта. Ты вот, да, Ваня. Да, я сразу хотел тогда спросить в догонку вопрос, что насчет вот тех сюжетов, которые Netflix не взял. То есть, мы знаем, что помимо той короткометражки, которая вышла, были еще варианты для других, вроде еще четыре, если я не ошибаюсь. Да, там пять-пять идей, я попросили. Вот, там может какое-то есть развитие тех других, или как-то, или может, можно нам рассказать, что там было, или еще нельзя. У меня даже есть вторая часть Блайнспота написана. Блин, я хотел спросить, да, 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 но они не решили себя делать. У нее не были такие высокие рейтинги, поэтому они не решили себя делать. А другие истории, они, понимаешь, там был так называемый логлайн, это когда тебя просят просто буквально в паре предложений рассказать саму суть, что это будет. И дальше этого как бы дела не пошло. Там был другой еще сюжет, который я более подробно прописал, про свинью-робота. Какой? Да, 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 но его не приняли. Он у меня написан, он мне нравится, но я его пока что... У меня несколько, сейчас, наверное, около пяти короткометражек, да, в моих планах. Неизвестно, получится что-то, не получится, я пока не знаю. Тут надо еще с нынешним проектом разобраться. Он масштабный, он много лет длится и все время какие-то палки в колеса. То одно, то другое. Но я просто люблю доводить все до конца и не могу узнать, бросить, что-то не это. Поэтому мне очень важно. Это, кстати, тоже очень важное правило для творца, доводить проект до финальной его фазы. Это очень важно. Даже маленький, даже маленький рисуночек, скетч, его просто нужно доводить. это умение, это умение, оно помогает тебе проект любого формата. Вот ты спрашивал, откуда вдохновение, нет ли депрессии. Понимаешь, половина времени это самоконтроль, это дисциплина, это те неприятные слова для художника, но невероятно важные и ценные. Если к ним не относиться, как к какой-то муштре армейской, где тебя заставляют палкой, потому что никому, кроме тебя, это не надо по большому счету. Никому. И эти качества нужно в себе вырабатывать. И доведение до конца это одно из тех важнейших правил, которых нужно придерживаться художнику. Вдохновение нельзя ждать. Вдохновение для любителей. Для нас, творцов, надо садиться на задницу и работать спокойно. Самое классное в нашей работе, что когда ты начинаешь делать, да, аппетит приходит во время еды, ты обычно не страдаешь, когда начнешь. Страдание – это себя заставить сесть. Это нормальная, обычная человеческая вещь. Мы хотим есть, плодиться, спать, хорошо жить и жить в покое, тело стремится к покою. Но если хочешь чего-то больше, то нужно этот покой как бы нарушать. И дисциплина здесь важнейший инструмент. Ты просто отрешенным должен быть. Включаешь такую отрешенность, садишься, а потом уже в процессе ты забываешь о том, что чего-то ты не хотел. Просто да, меня часто спрашивают вдохновение, откуда, а как, а почему, а вот ты сидела, у меня нет времени, у меня там что-то чешется, что-то хочется, кто-то отвлекает. Все это есть, все это присутствует в жизни. Но нужно, знаешь, так немножко быть монахом в этом плане. Отвлекаться, садиться, окей. или, кстати, еще очень важнейшая вещь, это тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент. Если ты выделил для себя три часа для своего проекта, для своего главного вещи в твоей жизни, то будь добр этому следовать. И договорись с людьми, чтобы это время уважали, тогда все может получаться. Я говорю, дисциплина, тайм-менеджмент, все эти вещи кажутся, о май гад, это не для меня. Я люблю почувствовать что-то, сесть, нарисовать, может быть, довести до конца. Все это классно, это любительские представления, с ними нужно бороться, к сожалению. Иначе не будет вещей. Только было сейчас порванных надежд у людей, что оказывается, нужно добивать свои рисунки до конца и так далее. Да, да, да. Все люди, которые достигли определенного успеха, создали свои проекты, все следовали этому правилу. Ты просто делаешь это профессионально, а профессионал, он не ждет вдохновения, не ждет у моря погоды. Он садится, делает, заставляет. Это нормально и это правильно. Сейчас мы, Ванин, вопрос немножко недораскрыли, но перед этим я хотел бы задать другой вопрос. По поводу проектов, да, вот в твоем понимании нужно ставить вот именно большие проекты либо же как небольшие такие ступеньки, состоящие из нескольких подпроектов. Я думал, чтобы строить правильно свою карьеру, идти надо начинать с малого. Большой путь начинать с одного шага. Неменитый я поговорю. Поэтому если у вас есть грандиозная идея, начинайте делать все постепенно. Сначала придумайте полностью сюжет. Если хотите начать рисовать, начните с маленьких малюсеньких набросочков, чтобы вы там не утыкались и не делали эту картинку несколько часов. Это должно занимать не больше трех минут набросок какой-то идеи. Записывайте свои идеи. Все должно быть так немножко. Организация. Тоже еще одно слово неприятное для художника. Нужно организованно это делать. И все должно быть по полочкам. Я это говорю, понимаешь, у меня эти полочки есть, но они всегда нарушаются. Они тоже в каком-то творческом беспорядке находятся. Но все равно их нельзя исключать. Они должны присутствовать в жизни. Ты придумал что-то, у тебя есть идея. Хорошо. Должна быть идея, если я говорю «Должна быть идея в форме текста». Лучше запиши все же, что ты придумал, потому что очень много классных идей прилетает. Ты думаешь «Ау!» Потом время приходит, чтобы записать что-то или начирикать. А что там было? И ты забываешь. Хотя, кажется, идея была офигенная. И если ты, конечно, не был накуренный или что-то в этом духе, у меня очень часто люди, я сам не употребляю, но люди, которые любят накуриться, они мне говорят, что такие классные идеи приходят. Зря я не записываю. В общем, потом, я за чистоту ума, поэтому за чистоту разума, поэтому, если вам пришла идея и разум был чист и трезв, то, скорее всего, действительно, это была классная идея, хорошая. Всегда запишите, не поленитесь, у вас всегда под рукой телефон, в конце концов. Эти наши паразиты, присосавшиеся к нашей жизни, а из них надо выжимать пользу. Поэтому, как только пришла классная идея, не пари в облаках, запиши. Очень быстренько. И вот так, да, по полочкам все раскладываю. Всегда начиная с маленького. Маленький скетчик, маленькая запись, тот же логлайн, там, робот сражается с зомби в канализации. Вот, все, достаточно. Это не оформлено. После этого ты уже можешь думать. И когда у тебя есть вот так вот идея, да, она как бы, якорек маленький, первый камушек, первый кирпичик, создание идеи есть, окружающий мир начинает тебе эту идею, давать для нее новый материал, понимаешь? До того, как ее нет, все живет своими законами. Но как только у тебя появляется идея, ты начинаешь замечать разные вещи, которые могут помочь тебе в том, чтобы этот проект стал лучше. То есть, то самое бытие определяет сознание. Когда ты не родилась, жизнь начинает тебе ее помогать растить. Так что, все важное всегда начинать с самого маленького. Все маленькие подчеркушки, все это ерунда, все это важно. Поэтому, не садитесь делать, пожалуйста, джоконду сразу, расписывай. Делайте все маленьких-маленьких шажочков. Тогда и привыкайте к этому, тогда у вас будут получаться проекты доводить до конца, и они будут классные. Самое опасное, да, это кинуться и начать делать что-то грандиозное. Я сейчас такое сделаю, ни черта не сделаю. Да, 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 согласен. Обычно после этого происходит разочарование такое, знаешь, типа, блин, да, 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 да. Да, потому что в кинуться подъемный грусть на плечи. Да, согласен. Поэтому вот небольшие, как подпланы, это очень хорошая штука. Так, давай тогда уж про Банин вопрос. Можешь ли ты нам немножечко рассказать про те не вошедшие сюжеты, которые, логлайны, да, которые ты прописал для Тима Миллера? Я уже, если честно, не помню. Вот то, что про канализацию. Мне очень нравится. Я всегда, и с чего я начинаю, да, что бы мне кайфового хотелось нарисовать, да, допустим, там какая-то все обычные темы, там, зомби, роботы, какие-то классные вещи. Я всегда исхожу из того, что бы мне хотелось нарисовать. Я думаю, так, вот здесь вот свинья, которая там спасает младенца, пронося его через зону этих самых военных действий, да, между роботами. И классно вроде бы. Это было бы классно использовать, но нужно юмор там делать. Ну, в общем, в таком ключе, да, вот. Про Blindspot было роботы-калеки на большой дороге грабят грузовик корпорации. Все, вот это им понравилось. Это была не та идея, которую я хотел воплощать, потому что она была гораздо сложнее, и так и оказалось. Это было невероятно сложно. Все эти машины, механизмы. Но в результате вот мы и сделали, и это тоже круто, что получилось все-таки сделать то, что казалось абсолютно неподъемным для меня на тот момент. На момент идеи, знаешь, легко придумать, но довести до конца, черт, это было очень тяжело. А разве у тебя не было такой идеи в голове, что, блин, если я сейчас напишу эту идею, вдруг ее выберут? У меня, знаешь, был страх перед этой идеей. Я решил написать, потому что страх это тоже важно. Он показатель, что ты возбужден предположительным созданием этого мультика, но в то же время думаешь, блин, это слишком сложно. Но вот так и получилось, что самые сложные выбрали, и с одной стороны такой, ах, но с другой стороны, черт, такое я бы, наверное, на своих плечах бы не вывез, если бы меня не спонсировали там Блюр и Нетфликс и все так такое. Так что, наверное, сейчас я счастлив, что выбрали именно его, потому что без их выбора, да, такое я не создал. Вот другие идеи, мне кажется, я бы создал без них, но вот это я точно не создал, поэтому все сложилось, наверное, наилучшим образом. А мне кажется, иногда, наоборот, нужно осознавать, что тебе страшно делать и специально вот, ну да, упереться, да, в эту стенку и пытаться ее перепрыгнуть. Ну вот. И как раз, когда вот человек, другой человек, тыкает, где такой, блин, очень страшно, но спасибо. Да, 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 так и было, очень страшно, спасибо, наверное, вот ты хорошо озвучил. Страх – это показатель того, что предстоит какое-то испытание, которое ты хотел, но которое не решалось. Да, 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 да. Так, да, это очень важный показатель. Остальных я, наверное, не боялся, я скорее предвкушал. Я готов, я сделаю, а здесь раз – бум, такой окей, новый член. Ну или, наверное, ты хотел, типа, показать свой скилл, может быть, типа такой, вот если сейчас вот это вот выберут, и вот я им покажу, как надо делать вот такие вот карты-метражки. Ну, я не знаю, здесь сложно сказать, понимаешь, тут какой скилл можно показать студии Blur? Я даже не знаю. Ну, ты же можешь в любом случае сказать, что вот это я осилю, ну, то есть там я могу показать какой некий свой профессионализм, а вот здесь вот я такого не делал, и, возможно, есть такой небольшой процент, что я там обосрюсь. Ну, это и есть, от этого страха рождается, правильно? Ты берешься за это. Да-да-да. В общем, не знаю, я спокойно отнесся к тому, что они отказались от других, хотя немножко сожалел, потому что, видимо, я сожалел только потому, что больше думал о другом проекте, о той же свиньей-роботе. огонь вообще, мне нравится. Я уже просто загорел, я уже загорелся. Они выбрали другое, я переключился, забыл про все это, и все пошло нормально. А вот про сюжет второй части Blindspot, я так понимаю, у тебя нет возможности про нее что-то рассказать, да? Или как? Да. Надо вспомнить, во-первых, ну в трех словах там в общем была идея в том, что в первой части они грабили и к ним присоединился этот персонаж Руки, новичок. Я не знаю, как он, если кто смотрел русской озвучки, я не знаю, как их озвучивают. Руки по-английски это новичок. Ну да, оригинальный его. Да, да, да. И он присоединился к ним, как бы он знакомится с этой командой психов, которые как бы делают свою профессиональную работу, но все, черт возьми, идет как-то не так странно. И он как бы собой воплощает зрителя. И в то же время как бы такого ребенка, которого они все защищали свою жизнь. Второе у меня было другая, уже расширение мира. Все должно было начаться с того, что Суи, то есть нет, не Суи, а мы видим арену, где роботы устраивают бои на арене. И там какой-то гигантский дракон. И сначала ты не понимаешь, что это Блэнсбот. Сначала ты видишь какой-то фэнтези, но ты понимаешь, что дракон, он как робот выглядит. И потом, когда там, не знаю, плащ срывается, капюшон срывается, мы видим, что это Суи с огромным мечом дерется с роботом-драконом. Офигеть. И все эти нелегальные бои роботов устраивает местная мафия. И этот главный мафиози держит в заложниках руки почему-то. И наша команда, чтобы спасти его, участвует в этих играх, чтобы проникнуть в эту организацию. И потом мы узнаем, что для того, чтобы они там дерутся, все это весело, все это смешно, все это раскрываются, все эти планы. Огромный гигантский босс владелец этой всей корпорации. Его, кстати, должны были упоминать в первой части, потому что вселенную я продумал достаточно масштабно, но они вырезали эту линию, потому что там была такая линия, когда если мы не справимся с этой задачей, Нокса, тот босс, нас ждет его плавильный котел. И руки такие, что, почему вы об этом не сказали, что-то возьмешь. Но они решили от этой базы избавиться, чтобы, не знаю, не понравилось тебе. И вот этот Нокса, он его взял в заложники, не в заложники, а просто собирался его уничтожить, или что-то, потому что руки проник на его базу и хотел что-то выкрасть. Но его поймали. И наши ребята на этой базе спасают руки и не знают, почему он вообще на этой базе, почему он пошел туда один, какого черта он попался, и им приходится его спасать. В результате оказывается, что у руки есть маленькая сестра, маленькая девочка, живой человек. Это все как бы такой трансгуманизм, и большинство из них, они раньше были людьми. Они как типа Гостон и Шелл, они все стали роботами на данный момент. И эта девочка маленько умирает, и руки нужны срочно средства, чтобы ее тоже перевести в тело робота, сделать ее, трансгуманизм произвести. Ничего этого не объясняя, ничего этого не рассказывая, просто участвовать с ними в первой афере, чтобы заработать денег на все нападения. То есть история продолжалась напрямую. И они потом, когда спасают, они видят эту маленькую девочку, они прощают руки за его глупость, ну и как бы улетают в закат. Более как круто вообще. Да, было неплохо. Я, когда расписывал все, это очень веселился, должно было быть очень много классных моментов. Но я думаю, нарисовать несколько картинок, просто иллюстрирующих какие-то сюжеты из этого, из этого, какие-то моменты из этого сюжета. Потому что мне вот недавно опять-таки люди написали, мы такие фанаты Блэндспота, и я думаю, если я просто нарисую несколько картинок, вдохнули людей, дам им что-то, вот вам рассказал, вам весело. Это вообще огонь. Я очень радуюсь тому, что я узнал хоть какое-то продолжение. Ну, поэтому я и думал, может, сделать какую-то небольшую серию комиксов, знаешь, про продолжение. Понимаешь, это все классно, но на это нужно время. Конечно, да. Я могу делать какие-то рисуночки и скетчи для себя, для тренировки, для... Я делаю что-то для таких проектов своих, да? Понимаешь, очень временной менеджер не позволяет мне делать вот такие вещи. Хотелось бы, да, если бы у меня не было вообще никаких других идей, никаких других желаний, и я хотел только на того, чтобы дотворить ваши интересы, что-то может быть с Blindspot 2. Я, наверное, сел и уделю этому время, но из-за большого количества, обилия работы и новых проектов, которые у меня в голове, я скорее только выкладываю какие-то тренировки и такие, знаешь, фан-арт. Остальное все идет. Блин, про это мы тоже поговорим про твою продуктивность с учетом того, что ты работаешь в качестве, кстати, кого ты там работаешь вот на этом проекте. Давай про проект поговорим. Режиссеры и арт-директора. Да, режиссеры и арт-директора. Так, Ваня, озвучь, пожалуйста, этот вопрос. Он у тебя так корректно написан. Я, к сожалению... А, подожди, одну секунду. Ты же можешь потом, да, монтировать? Ну, я думаю, да, слегка. Просто тут еще такой момент. Я не знаю, для меня это слон в комнате. Мне просто Дэнис сказал, что у нас будет интервью с известным режиссером. Да, у меня было два вау-момента. Первый момент, кто? Что? Неужели? А второй момент, ну, я был в курсе, да, общаемся же, да, и в мультике, анимацию обсуждали. Я, конечно, знал, кто такой Виталий, но я когда узнал, сколько Виталию лет, ну, я офигел. То есть, что? Я имею в виду, что вы не выглядите на 43, поэтому, я не знаю, мы в интернете, на ты или на вы, если чертой нет. Слушай, каман, давай... Я думаю, здесь не стоит обрезать. Не зря же Дэн сказал, что я очень простой человек. Да, потому что я только смотрю, а, ну, нифига себе, круто у нас, голливудский режиссер такой молодой, а-а-а-а... Спасибо, я буду чувствовать себя сплоть. то есть, я когда готовился, да, прочитал, что вы не пьете, не курите, вообще при чем? Ты, Виталий, не пьешь, не куришь, еще со времен студенчества, я не знаю, наверное, поэтому... Никогда, просто никогда. В такой хорошей форме. если что-то делать, надо быть в тонусе, правильно? Все эти вещи, они, наверное, я, мой алкоголь, это вот. Осуждаем. Осуждаем. Очень сильно осуждаем. Я знаю, все люди, кто пьют и курят, они как только видят какой-нибудь энергетик или пепси, они сразу, сами там могут умирать там от похмелья, но пепси пьешь, все, все, ты умрешь. Да, мы, с вами тоже не пьющие, не курящие же, правильно, Ваня? Есть такое, да, но как-то вот, не знаю, в поп-культуре на этом внимание не акцентируют, а меня всегда удивляло, то есть, вот как сейчас вижу человека, да, возраст не бьется, ну, давайте спросим об этом. Давайте такой момент. Ну, это что, пропаганда здорового образа жизни получается? Вот такой вот у нас полезный момент. Я ничего не пропагандирую, это просто мои принципы по жизни, я никогда никому ничего не учу, не говорю. Вообще, да, говорить про собственную жизнь и про искусство, самое худшее, что ты можешь делать, это лекции читать, да, и что-то пропагандировать. И вот мне нравится очень высказывание Мартина Скорцезе, у него вот фильмы, да, все там про бандитов, про мафию, про их жизнь, про то, к чему это приводит и так далее, он говорит, самое важное, самое худшее, что ты можешь сделать, это сказать, вот то, что они делают, это плохо. Если человек не выносит этого сам из твоих фильмов, значит, ты просто не справился как режиссер, но ты точно не должен читать лекции, да, читать проповеди. Если ты читаешь проповеди, то твой фильм провальный. Ты должен показывать, что вот это вот реалии этой жизни. Человек сам делает для себя выбор. Кто-то, наоборот, захочет таким стать, а кто-то скажет, да, все понятно, там, это не жизнь, это кошмар. Если ты не читаешь лекции, фильмы не сработают. Ну, я вынес, что я через 20 лет хочу выглядеть, как Виталий. Было бы круто. Просто пластическая операция, да, и у тебя потом лицо Виталия будет. Ну, тоже неплохой вариант. Добился своего. Хорошо, тогда возвращаемся, да, к вопросам по проекту. Я прочитал, что Виталий сейчас продолжает сотрудничество с Panoramic Games, правильно? Да. Да. Вот. И, значит, это проект, это видеоигра, да, free-to-play, для которой Виталий с командой разработал полностью концепцию фантастического мира. Сейчас мы спросим подробнее. И, значит, на основе этих концептов была создана непосредственно игра, и дальше команда Виталия вместе с ним во главе осталась в качестве поддержки, и в данный момент вы делаете еще анимационный сериал, да, в добавок к видеоигре, который, пилот этого сериала, вы будете, не знаю, пичить инвестором или что-то в этом роде, правильно? Что-то в этом духе, да. В общем, изначально вообще это все для... Мы собрались с нашей командой аниматоров, чтобы сериал сделать, но для того, чтобы была как-то помощь игровой команде, панорамик. Владелец панорамика от CEO Влад Жильяев, он решил создать эту вселенную, то есть одновременно будет и игра, и сериал. Мы занимались отдельно сериалом, очень много идей, мы очень много всего, хотя мы начали сначала игру разрабатывать наша команда. Мы создали персонажи, мы создали там очень много фон-офф, локаций, после этого мы полностью переключились на сериал и начали его разрабатывать. Но так получилось, что очень много всего произошло в мире. Очень много там Netflix ушел из России, одно, другое, потом забастовка сценаристов, и все время сериал отталкивался, 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 вплоть до того, что сейчас в мире, в Америке, в Голиуре, в Голиуре сейчас такая ситуация, что просто не берут сериалы. Если берут, то только по очень известным франшизам. И у нас нет известной франшизы, у нас как бы новая IP, никто ничего не знает про нас, и поэтому шансы, что твой сериал Netflix купит, равны нулю. Они все время падали с каждым годом, а сейчас стали равны нулю. Если вы видели, сейчас выходит Tomb Raider, Devil May Cry, сериалы на Netflix, но только потому, что это очень известная франшиза, которым очень много лет. И другие просто оригинальные вещи они не берут. Поэтому стало очевидно, и поговорив с мэтрами индустрии, нам сказали, только если у вас будет игра, только у вас есть франшиза, тогда у вас серьезные рассмотры. Просто так питчинг ваш ничего не даст, какой бы он красивый и прекрасный он не был. Поэтому мы, да, сейчас вернулись к игре, делаем ее, наша вся команда работает сейчас над игрой, игра сейчас выйдет в этом месяце, в марте. Сейчас, когда, я не знаю, возможно, конечно, всегда ее отложат на месяц, потому что всегда есть технические вопросы, но по крайней мере выглядит все очень-очень вдохновляюще, что все может случиться в этом месяце. И после этого, когда игра выйдет, мы посмотрим, какие будут результаты, какой будет отзыв, что делать дальше, и уже будем питчицать, когда у нас будет настоящая, вышедшая игра, а не пока еще в производстве. Потому что даже если игра классная, но в производстве все равно еще дозрительно звучит. Конечно, да, да, да. А какое название у игры? Можешь поделиться? У игры название? Ну, она уже вышла, то есть она уже была бета, и она уже известна, это Radiance, сияние Radiance. Влад, так, быстро все идем скачиваем игру Radiance, и поставим себе половину. Поскачать нельзя, но ее можно уже, наверное, там ожидать, или как там, предзаказа нету, потому что она бесплатная. По крайней мере, как-то звездочку ее поставить, или лайк, я не знаю, что-то. Поставьте напоминание все у себя в будильнике. она есть в App Store. Блин, круто. Да, я поделился всем, что такие, о чем можно говорить. остальное всего. А, то есть про, значит, каких-то подробностей по поводу именно концепции мира с этим, ничего еще нельзя разглашать. Да, пока что нет, пока что, но игра выйдет, уже все понятно будет. Хорошо, ладно, тогда такое происходит, но это комфортно вот для тебя был сеттинг, интересно тебе? Да, да, комфортно, там все. Там роботы есть вопрос? Конечно, там все есть. Офигенно, ну все, я вообще об этом. Ладно, хорошо, тогда последний вопрос, не знаю, по этой теме, вот записал, потому что, да, я когда искал информацию, да, на сайте Panoramica написано, цитирую, a fascinating multi-faced plot complex physiological conflicts, anomalies and mystical insights the search for answer for the most serious philosophical questions. story for my English, ну, значит, понятно, да, что проект, ну, не совсем проект, это видеоигра, но суть вопроса в том, что, не знаю, ты хочешь через свое творчество, свои проекты, тем более, которыми ты долго работаешь, говорить о чем-то сложном с конечным потребителем, да, ну, можно же, наверное, как-то через видеоигру чем-то сложным. задача в том, чтобы о всем сложном говорить просто, да, доходчиво. Опять-таки, не читать лекции, а просто говорить, чтобы человек интересовался. Как я заинтересовался той же философией в юности, я читал любимых фантастов каких-нибудь, да, или фильмы смотрел, какие-то мысли проскочат, какая-то цитата какого-то, ну, интересно звучит так, и ты ищешь, ты постепенно нарабатываешься. Если бы мне сразу лекцию прочитали, я, наверное, может, не заинтересовался бы. Поэтому в поп-культуре надо говорить очень просто и развлекательно. Развлекательно – это главное слово. Оно может быть для художника не самое приятное, потому что потребление, развлечение, да, оно не то, что моя высокая там душа требует. Но, тем не менее, если ты хочешь привлечь, ты должен чем-то развлечь, что-то дать зрителю, чтобы его заинтересовать. Заинтересованность это тоже развлекает, развлечение, да. Ты должен развить в нем этот интерес, зацепить его чем-то. И если его ничего не цепляет, значит, ты чем-то не справился. Ну, конечно, проект тоже должен быть под определенную аудиторию, да, найти свою нишу, свой сегмент. У нас, поскольку мы, большинство из нас, работающих на этом проекте, изначально это люди, которые там в 80-х, выросли в 90-х, наша юность прошла, то у нас там, да, с большим количеством ностальгии все это делается, да, с уклоном на цитаты из разных наших любимых фильмов, каких-нибудь рыбокопов и хищников и чужих, все вот это, что так близко нашему сердцу. Поэтому, да, скорее-таки, мужики за 30, наша целевая аудитория. Хорошо, но, а может, была какая-то тема, не знаю, которая там лично тебя цепляет, ты пытался как-то ее куда-то положить? Может, где-то между сроками или где-то наоборот ее центральной линии пустить? Здесь, понимаешь, здесь вся идея главная, она принадлежит Владу, она принадлежит владельцу панорамика. Это его, его, наверное, шедевр, его шедевр, не мой. Я в нем участвую, я с радостью согласился, мы с ним давние друзья, но все вот эти философские концепции, все идеи, весь взгляд, сама Рэддиенс, если начнете играть, вы узнаете, о чем речь, это его, это то, что он хотел сказать, да? Я какие-то свои мысли вложил в их истории, есть еще другие мультфильмы, где я хочу о чем-то высказаться, но здесь я скорее высказываюсь визуально больше. Поэтому все вот эти философские мотивы, все какие-то интересные вещи, они принадлежат идее Влада. Да, ну то есть, да, удочка, которую они на сайте закидывают, это там не просто, да, слова? Ну, я имею в виду, что... Да-да-да, это не просто слова. Какой смысл такие писать вещи, понимаешь? Эти вещи, они не супер привлекательны для рядового геймера, который, не знаю, может поиграть в метро или поиграть там, не знаю, вечер перед сном, ему все-таки нужно действительно развлечение. И, конечно, сам геймплей, он больше на то, чтобы развлекать игрока. Но то, что происходит внутри этой вселенной, то, к чему персонажи идут, оно уже глубже. И таким образом, ну, возможно, по способствиям какому-то развитию людей, но это не должно быть самоцелью. Это должно быть приятным бонусом для тех, кому это интересно. Но для большинства людей, которым это неинтересно, им надо классно проводить время. Поэтому здесь, конечно, баланс соблюдается. Да, не часто просто на это обращают внимание, поэтому и можно было обсудить. Да, это тоже отличительная черта нашего проекта, что мы стараемся историю сделать закрученной и не глупой, не простой, а в то же время, да, там. В общем, идея грандиозная. Игра тоже будет строиться как конструктор дальше, дальше, в зависимости с того, как она будет развиваться. То есть, то, что выйдет, это не финал от начала до конца. Это определенная голова. Жизнь мобильной игры, она необычная. А вот, Виталий, подскажи, пожалуйста, ты же, получается, у нас любишь играть больше на консолях, я так понимаю. Да, я консоли, чувак. У меня все пять поколений PlayStation. Это все я. Это мои крови, моя бенка. А как тебе с мобилкой работать? Есть ли у тебя желание в этом двигаться или это просто, знаешь, тебя зацепила тема и ты в нее зацепился? Или же ты решил попробовать для себя такую новую индустрию под названием мобильных гендов и попробовать ее ощутить? Ну, в данном случае я ничего не решал. Я пришел на проект к своему другу, чтобы участвовать в нем и делать анимационный сериал, да? То есть игра вторична для меня. Конечно, она первична для Panoramic Games, потому что это игровая компания. Да, да, да. Но, да, и меня не интересовало, что она мобильная или не мобильная, потому что я вижу, какие игры выходят на PlayStation 5 с графикой, которая гораздо более проще, да? Эта игра сейчас для мобильных устройств, она выглядит, ну, наверное, как игра на PlayStation 3 или 4, то есть это не те игры, да, которые выходили там 10 лет назад на мобилке. Это серьезный графический движок, трехмерная графика. Ну, и для меня, как для художника, главное, чтобы все красиво выглядело, да, чтобы это было привлекательно, необычно, харизматично, все вот эти принципы. Так что, когда графика позволяет показывать любые твои идеи, да, воплощать, то уже не важно, на какую платформу она выйдет. Можно она в результате и выйдет на PlayStation, тот же Minecraft, да, все вот эти игры, которые с очень простой графикой. Там же не важно, какое устройство. Оно вышло, по-моему, тоже сначала на мобилке, правильно? Ну, вроде да. можно я ошибаюсь. Но если нет, ну, в любом случае, такие игры, никто не ждал, колоссального мирового успеха на много лет и гигантскую, гигантскую франшизу. Никто не ждал. Поэтому дело не в графике совершенно. Но, в нашем случае, графика была под стать моему вкусу, под стать моим идеям, следовательно, платформе я не интересовал. А, хотя я прекрасно не знаю. Да, ты говори, потом я скажу. Я прекрасно отдаю себе отчет, что мобильные игры, они в умах народа больше ассоциируются с чем-то простым посредственным. А именно такие ААА-проекты, они там для консолей, для PC, они большие, значимые. Это предубеждение присутствует в головах большинства людей. Я знаю, у меня тоже, наверное, такое было лет 10 назад. Но постепенно это развелось, потому что я вижу, что все, все как бы уравнялось постепенно. Конечно, еще мобилки не удают, PlayStation 5 графики, но уже делают такие красоты, что уже не важно на какой-то платформе. А мне кажется, здесь уже дело не в красотах, не в том, чтобы классную графику показать. В целом, к художнику-то разницы нет для какого проекта рисует. Дело, наверное, в глубине самой игры, насколько эстетически и философски она условно проработана, как бывает во многих крутых тайтлах. Обычно же мобилки делают для того, чтобы просто выжить деньги у людей, правильно? Там у тетени, которые сидят в метро, там работают. Все делается, чтобы зарабатывать всегда. Это все бизнес. Просто кто-то вкладывает больше душу и как будто бы душу вкладывать не в мобилки, а вот больше вот в такие, вот триплейные проекты или какие-нибудь консольные проекты. А для мобилок как будто такого не было. И судя по вашему проекту Raydance, это как раз такая игра, куда человек вложил свою душу, какие-то свои идеи. Я полностью согласен. Ну, это же классно, потому что я очень мало знаю таких. Потом укрыл неделю моей душой. Да. И я хотел спросить, Виталий, ты, получается, зашел в этот проект и там уже была стилистика игры, да? То есть... Нет, нет, нет. Я пришел в Панорамик к своему другу и сказал, хочу делать анимационные проекты. И сначала они подумали, можно ли как-то какую-то студию организовать, чем-то помочь. Нет. А потом у Влада родилась идея. Можно сделать игру и сериал. И все как бы на моей стилистике основано. А, действительно? Вообще боба. Тогда, ребята, точно, вот сто процентов берите, скачивайте. Как минимум, кайфанюте от визуала. Точно. Вот, а дальше уже... Ну, надо все-таки уточнить, чтобы не было так называемого рекламного мисслединга. Это когда ты говоришь одно, а в результате мы получаем что-то другое. Проект настолько развился за годы создания, что если изначально мы начинали, да, я и моя команда придумывать персонажей, то сейчас он разросся, и там и движок новый, и все, столько всего, и, конечно, взгляд на другие игры. То есть я не могу сказать, что это полностью теперь на моей стилистике. Я должен взять это выточнить. Да, да, да. Но то, что там изначально все строилось, да, основывалось как бы на моем вкусе и вкусе Влада, которому нравится мой стиль, это несомненно, да. Но то, что вы увидите... Для Blindspot это же тоже, ну, то есть ты принес свой вкус, да, в этот проект? Там все полностью мое, да, там все полностью. Кроме машин, там со мной работал мой давний друг Нусиль Зорин, он всегда любил веселять роботов и тачки, и я его позвал, и вот он багги, этот грузовик, он разрабатывал для... А вот персонажей, да, и сам мир, все полностью мое. Ну и плюс, конечно, уже проработка моих друзей, там Андрей Егоров, поносчик невероятный, с огромным стажем, мы с ним еще начинали дружбу нашу с 2001 года, когда внуку поступили, так что... Там, да, там все на мой вкус сделано, все полностью мое, там каждая гаечка, каждый штришок, все так, как я хотел. Это я и хотел услышать. Здесь в игре не так, в игре не так, здесь очень много всего, к чему пришлось прийти, общими обсуждениями, взглядом на рынок, да, оборачиваясь на то, что сейчас происходит на рынке и так далее, поэтому я не могу сказать, что это визуально... Ну, это да, еще диктует... Мои дангам не есть, да, 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 да. Но тем не менее, да, я могу сказать, что там процентов 30 моего вкусового кода там запечатлено. Ну, теперь как художник скажу, что я, скорее всего, скачаю, буду как референс использовать, чтобы там порисовать, пофоны, пофоны, персонажей и так далее, покопировать. Это слухо. Хорошо. Так, давай теперь поговорим немножко о нашем любимом. Ты как вообще смотрел «Черепашек-ниндзя» последних, «Человека-паука»? Нет, признаюсь, не зрел. «Человека-паука» я смотрел, «Черепашек» нет, еще не взялся. Я не очень слежу, знаешь, я все-таки больше любитель японской анимации, аниме, я не анимешник, да, поэтому «Человека-паука» я посмотрел, но я больше аниме смотрю, поэтому за «Черепашек» я еще не зашел. Как-то вот столько всего, столько всего. Хоть сейчас на самом деле мы тонем в контенте, это тоже создает особые проблемы на рынке, чтобы пробиться как-то, чтобы что-то свое сделать. Очень важно найти какую-то свою нишу и свой язык, свой голос. Поэтому столько всего происходит, что я стараюсь смотреть то, что меня вдохновляет на создание «Черепашки». Несмотря на то, что это суперпопулярное, я, возможно, разобью ваши сердца, я никогда не был особым фанатом «Черепашек». Я их люблю, я их рисовал, все классно, но любви такой, как другие пикино-франшизы, у меня нет. Поэтому, наверное, я до них и не дополз. Но я собирался их посмотреть. Ваня, там просто был классный вопрос по этому поводу. Да, слушай, у меня целый блок вопросов, конечно. Хорошо, давайте, раз мы зацепили «Паука», и, значит, и первую, и вторую часть, судя по всему, ожидаемой треологии про Мэлса Маратиса, да, ты смотрел? Да, да, да. Хорошо, значит, смотри, критики вот пишут, что они выделяют новый стиль и называют его гибридной анимацией. Значит, что скажешь, как аниматор? Ну, я думаю, да, это действительно новое слово в визуальном языке. Следующий шаг после 3D, да? Да, да, совмещение. Когда 3D полностью заменило 2D, было несколько, около 15 лет это длилось, абсолютная доминация 3D, Pixar, Remorse, люди устали просто от этого визуального стиля, одинаковых кукольных чебурашек. И эксперименты, да, с визуальной стилистикой показали, что это интересно и нравится зрителю. И теперь уже очень часто изобретение нового визуального языка это одно из таких рекламных ходов хороших, что твой мультик заметят, запомнят, им заинтересуются. Потому что, если посмотреть просто на Pixar, всю их линейку, там нет такого развития визуального. Абсолютно ты знаешь четко, что это Pixar. Может, это и хорошо, да, как, допустим, у Миядзаки все персонажи, главное, на лицо похожи, один и тот же персонаж у него всегда. Ты узнаешь. Но, потому что он рассказывает истории, показывает новые миры, это ни в коем случае никого не смущает все без ума от его творения. Поэтому и Pixar шел тем же путем. Но, видишь, из-за того, что все подражали Pixar, стало ощущение, появилось ощущение, что весь трехмерный рынок мультипликации одинаковый Pixar. Очень. И даже на самом Pixar это сказалось. Я просто перестал смотреть. Когда-то каждый новый мультик Pixar и шел смотреть. Потом какой-то мультик я перестал на них ходить. Что там выходит у них? Что-то какой-то динозавр. Окей, ладно. Я смотрю аниме. Поэтому... А ты думаешь, что это из-за стилистики проекта или потому что там новые истории они не цепляли? Я думаю, все вместе, все вместе. Даже цепляющие истории не так сильно цепляли, потому что казалось, что это происходит с теми же самыми персонажами. Потом они уткнулись и начали ремейки делать. Это когда-то у них был закон никогда не делать ремейки. Они его нарушили однажды в 2000 году, когда выпустили вторую часть истории игрушек. А потом это Disney и там уже не до... Мне кажется, да, это Disney сильно влияет на них. В общем, как бы там ни было, все вместе, мне кажется, это результат такого, знаешь, общего числа показателей, от которых публика устала. И какие-то определенные ходы в историях, и принцессы, и родители, и стилистика, и какая-то история одна и та же. В общем, перестало это работать, и людей начали привлекать разные вещи. Вот Муралес, он, да, он удивил всех совершенно таким подходом, который... непредсказуемость до своей. До этого ты мультик смотрел, он был предсказуемым всегда. Даже если там новые ходы, новые фишки. И я заметил, что я смотрю новый мультфильм Dream Horse или Pixar, просто ожидая новых каких-то идеек, фишек, гэгов, классных визуальных трюков, но ни в коем случае нет истории. А это плохо, история должна быть самым главным всегда. И вот Муралес удивил этим, плюс такой визуальный язык необычный. У меня, к сожалению, есть болевая точка с этим Муралесом, потому что мы, когда делали Blindspot, я делал анимацию по такому же принципу. Трехмерная анимация, но на двоечках, как аниме выглядят. Да, да, да. Я думал, мы выстрелим. И вдруг выходит трейлер Муралеса до выхода любых снартировок. А, это у меня был травм. Понятно. Ну, что-то делать? Очень важно, конечно, быть первым. Я думал, мы были первыми, но нет, кто-то тоже подметил этот прием. И он выстрелил, все заметили, вау, на двоечках трехмерная анимация. Нифига себе, круто. И я, конечно, плакал себе. А, ничего себе. Ну, на самом деле, как сказать-то, все же вообще были поражены, когда узнали, что, оказывается, Blindspot это не 2D анимация, да, а это 3D, куда вставили как раз-таки приемы 2D анимации. Да, кстати, мне даже очень известные люди из DreamWorks такие, что, это 3D? Я такой, каман, эти машины, эти роботы. Ты вообще задумывался человеком заниматься и даже не подумал, как это могло бы быть безумно сложно все это отрисовать. Ну, ладно, возможно, там немножко был такой, знаешь, шутливый подход, что каман, невероятно круто похоже на 2D. Но приятно, определенно приятно. Конечно, мы там делали в 2D, мы лица делали в 2D, потому что трехмерный персонаж, отыгрывает все свои движения, а сама мимика лица, она полностью мы рисовали в 2D. И спецэффекты, и на двоечках. И это создало ощущение такого, 2D-шности, к которой я стремился, я 2D-шный до глубины костей. Ну, слушай, можно сказать, что ты, наверное, ну, это, конечно, будет громко сказано, да, но можно как-то мечтать и сказать, что ты стоишь у истоков 2,5D-анимации сейчас. Да, наверное. Блин, офигенно. Ничего громкого я громкого не вижу. Так уж получается всегда, тебе кажется, что у тебя оригинальная идея, но она всегда основана на том, что происходит вокруг тебя. И, казалось бы, так могут выйти одновременно два похожих проекта. Потому что вот время, дух времени, Зайгаст, Зайгаст этот знаменитый, он всем присущ, все его чувствуют так или иначе. Тебе кажется, что идея оригинальная, но кому-то на то же надо отлететь. Виталий, тебе просто послали шпиона и сделали проект быстрее, чем... Возможно, возможно. Ты не видел рядом подозрительных людей в очках, которые возле твоего компа тусуются? Что-то... Я выходил в магазин за колом, что-то там, да, возможно, было. Да, да, да. Ладно, Ваня, извини, давай. Да, ну, добиваем тогда, что, можно сказать, что мы сейчас в эре пост-3D-анимации? Можно так назвать? Ну, это все в результате все-таки это все 3D. Я скорее, мы скорее в такой эре, где 3D ищет новый визуальный язык. Очень, очень алчно и очень жестко. А все это 3D ведь в большом счете? Да. Ну, не тот 3D, который мы ели там 15 лет. Да, 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 который мы ели на 15 лет. Это другой 3D, но это тем не менее 3D, но это тем не менее 3D. Его называют 2,5D, и ты как это сказал? 2.5, 2,5D? Мне больше всего понравился гибридный стиль написан. Гибридный стиль, хорошо, да, это гибридный стиль. Я все только не встречал, какие только названия не встречал, еще не устаканил. Хорошо, будем называть это гибридным 3D, но это так, да, мы живем в это время, несомненно. Ну, ты как контент-мейкер, как создатель, автор, что испытываешь в этом поводу? Больше нравится? Что движ какой-то пошел интереснее, вдохновляет это? Да, несомненно, мне это больше нравится. 3D позволяет делать невероятные вещи с камерой, с вращением предметов, а твой визуальный язык 2D, он делает его необычным, не похожим на других, и это прекрасно. И, как видишь, вот какие черепашки, да, какой человек-паук, какие другие мультфильмы, которые выходят в разнообразных стилистах, вон на 3D. Кот в сапогах. В сапогах все-таки очень сильно похож на Человека-паука, поэтому я все-таки возьму черепашек и Человека-паука. А черепашки, они, видишь, ближе к кукольной анимации, такой 3D, смотрящий на кукольную анимацию, а Человек-паук больше на двухмерную анимацию. Поэтому это два разных вида абсолютно непохожих. Но в то же время у них присутствует просто вот этот яростный поиск нового визуального высказывания, поэтому я их могу сравнить. А в код сапогах скорее все-таки это уже подражание Человек-паука. Хорошо. Мы еще добьем что-нибудь по западной анимации или поедем уже в аниме? Да, я думаю, можно уже к аниме переходить. Почему мы тут вокруг да около? Все мы любим аниме. Можно до нас переходить. Давай тогда не у тебя есть что-нибудь по аниме, потому что у меня дофига. Давай, последнее аниме, которое ты смотрел, которое тебя прям сильно порадовали. Так, именно из новых? Из последних. Из последних. Не обязательно там в этом году или в прошлом. Ну, ты посмотрел, хотя оно вышло 15 лет назад, к примеру. Я очень часто пересматриваю старые аниме с 90-х и начала нулевых. Мои любимые сразу просто могу сказать, да, что это, допустим, Каву Би, Самурай Чамплу, Фури Кури, Бангелион, в общем, вот эти столпы и анимешные, они остаются для меня все равно главными, да. То есть, тут еще, конечно, присутствует всегда импринтинг, когда цыпленок, кого первого увидит, тот и мама на всю жизнь, как и меня, но время подтверждает, что все-таки это были несомненные шедевры, которые переплюнуть практически нереально. Они остаются крепкими, невероятно классными, харизматичными, красивыми, которые дают мне постоянно вдохновение. Настолько сильны все-таки для художника важна изобразительная сторона этих проектов, поэтому любой из них я могу включить и восхищаюсь. Ну, и, конечно, Долгострой, Иван Пис, Наруто, это вот мои тоже основные столпы. Я читал Ван Пис я никогда не читал, но смотрел, а Наруто я читал, я ждал каждую главу манги, и он у меня был тоже, я помню, каждую субботу ты встаешь, а, ушла новая глава, и я, у меня просмотр длился несколько часов, потому что я, помимо чтения, я еще и копировал, я зарисовал, то есть я тренировался, тренировался, да, 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 и, да, они, несомненно, огромное влияние оказали на мое становление, потому что все-таки после моей классической школы, да, художественной, мне не хватало вот этого анимационного рисунка, всего вот этого, я немножко перестраивал, да, я был такой график, у меня были работы, которые я несколько недель там сидел, делал, штриховал, тушью, да, там вся 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 всякая такая или проработка там акварелью занимавшая огромное количество времени, а анимационный, он немножко другой, тебе нужно от всего вот этого очищать твой рисунок, он должен быть максимально простым, он должен быть правильным, красивым, харизматичным и динамичным, но не надо добавлять это штрихи, какие-то тени лишние, это все лишнее, и такие вещи, как именно аниме, они показали, что вот это то, чего я хочу, особенно Наруто, я помню, по-моему, 2004 год был, и я как раз уже понял, да, что мне нужно очищать свой рисунок, чтобы идти к своей цели каким-то таким ходом, и я замечал там где-то в игре, в мультфильме какие-то приемчики, и однажды, помню, иду по рынку, лежит диск, помню, тогда еще диски продавали DVD, и я вижу мальчик, и у него прическа такая, просто пила сверху такая, да, 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 я думаю, блин, так просто, но работает, и смотрю дальше, смотрю, неплохо, у него так и по анатонии все правильно, у него ракурс такой необычный, купил, и все, заболел Наруто. Это Наруто был, да, это диск по Наруто был? Это был Наруто, это была его прическа, пила такая, она мне просто крышу снесла, вот что наступило. Меня знаешь, что поражает, что сейчас наступило такое время, ну, не сички с этого, в целом, последние, наверное, 10 лет, когда, ну, ты мужик, да, уже получается, тебе 40 с лишним лет, и мы со взрослым человеком говорим про аниме, вот, это очень классно, мне кажется. Допустим, которые создают эти вещи, они старше меня на 20-30 лет. Ну, это Япония, мне кажется. Это Япония, я про все. Я про все. А в западных, ну, если вы сейчас общаетесь только с молодыми и начинающими художниками, то у вас, наверное, такое впечатление создается. Я, поскольку со всей индустрией общаюсь, я вижу, что там больше людей гораздо старше меня. Я вот думаю, может, не уходящее поколение, может, как-то у меня такие мысли, поэтому я не вижу, что молодежь особенно сильно интересуется. У нас немножко разные с тобой представления, я заметил, но это нормально. Возможно, если ты вольешься в индустрию и будешь работать с мэтрами, ты увидишь, что все они молодые, они делают вот это вот, вещи, они все, как и я, с пеной у рта, с интересом обсуждают, а в этой новой серии, а какой поворот сюжета, потому что это наша жизнь. Мы не интересуемся какими-то другими вещами, кто там, какой был, не знаю, сколько зерна заработал, собрали в этом. Это все важно, это экономическая жизнь какой-нибудь страны, но мы не интересуемся, кто кому сказал, какие-то вещи. Ты живешь все равно немножко в своем информационном пузыре, хотя в наше время это нельзя делать, потому что мир очень сильно меняется. В общем, быстро меняется. Твоя основная жизнь это все равно как-то нацелено на твое творчество, на то, чтобы ты становился лучшим автором, лучшим художником, то есть профессионально рос, лучшим, как бы слово не особо правильное. Поэтому, поэтому да, я не думаю, что обсуждение таких вещей, оно как-то с возрастом связано. Все должно быть в твоей тусовке. В твоей тусовке я возраста не вижу. Я общаюсь и с детьми, и с взрослыми, и там люди 70, да, все нормально. Если они этим горят, этим любят, вот у нас сценарист был, да, там ему под 70. Я с ним, он со мной, самое было клевое, что, возможно, я не знаю, как ваше поколение, но вы знаете, да, ЧПД, Лутины истории, Чудеса на виражах. Конечно, конечно, знаю. Хорошо, вы не знаете. Так вот, этот чувак когда-то в 80-х писал для них сценарий. Вау. Я там ему, я ему все это рассказываю, он там мне рассказывает истории, как это у него получилось, как он сидел там, говорил, у нас суббатя приходит, слушай, у меня там это, есть подработка в Дисне, хочешь, он пошел, начал писать там, утины истории. То есть, все это, и он рассказывает тоже увлеченно, просто если человек чем-то увлечен, возраст мы абсолютно не заметим. Поэтому, я не знаю, сколько у тебя было подкастов или интервью, может, ты заметил какую-то, какую-то тропопу, в которой видно, что если человек старше, то с ним нельзя о чем-то поговорить. Но если ты говоришь темы, которые тебе интересны, и я здесь, потому что тебе я интересен, значит, наша общая тема интересна. Да. Причем здесь возраст? Какой возраст? Наверное, не про возраст, а про то, что создается такой круг, где есть одни и те же интересы. Я просто помню, в школе, я был в девятом классе, у меня был одноклассник, который начал смотреть Наруто, и он начал рассказывать друзьям нашим одноклассникам, и все понять вообще не могут, о чем он говорит. Он говорит, типа, там есть чувак, у которого глаз, короче, краснеет, когда кто-то там быстро двигается, и все, короче, все ржут, а я-то единственный, понимаю его, мне тоже смешно, как он это объясняет. Вот. И просто у меня, знаешь, у меня такое блатное было окружение, которое... Да, понятно, у меня тоже, у меня тоже. Я прошел все эти гоповские 90-е, очень редко ты можешь встретить людей, которые твоего интереса кругли. Вот. И для меня было тогда, знаешь, редким явлением собраться в круг людей, когда можно объяснить, ну, не объяснить, точнее, а пообщаться о теме аниме. Ну, и спокойно, знаешь, типа, вот там что-то происходило. Мы не то, что не высмеивали, просто, чтобы можно было пообщаться, знаешь, хотя бы просто подушеваться. Да, надо мной особо никто не смеялся. Но тебе не это всегда присутствует, что люди, которым это не особо интересно, они не знают, о чем речь, но видят настроение других, пытаются считать, что ты... Это нормально, я спокойно считаю себя задротом по жизни. Мне все вот эти темы интересны, да. То есть нормальное слово – это гик, это человек невероятно увлеченный, это которому это все важно. Но для обывателя это задрот, это задрот. Я должен думать о высоком, о шашлыках по пятницам, о машинах, о дисках новых литых. Все это важно для жизни, но для меня это никакого интереса абсолютно не представляет. Мне кажется, сейчас вот это вот слово гик, вот сейчас, да, это наоборот вызывает зависть у людей, потому что сразу ясно, что человек нашел себе классное увлечение, потому что многих же нет такого. Сейчас просто работают, и как обычно бывает, или на нелюбимой работе, как это происходит. А увлечения как такового нет. То есть человек садится, я не знаю, смотрит какие-то сериалы, а просто какого-то хобби, ну, человек не заимел. А когда говоришь, блин, я там, я не знаю, собираю фигурки, по Вархаммеру каждый вечер крашу, и так далее, это вызывает, мне кажется, больше зависть, нежели чем такое странное уведение. Ну, вообще, да, последние годы реабилитации всего этого гиковской культуры, учитывая, конечно, огромное влияние на это оказали фильмы Marvel, который стал самым популярным в мире, собрали огромную кассу и приобщили огромное число людей по всему миру. Это немножко ушло, что гик – это уже не какой-то там Тихона Задрот, с которым неинтересно общаться, это люди, благодаря которым все это появилось в первую очередь. Просто, вышли из тени и стали популярными. Так что теперь очень часто можно встретить человека, который называет себя гиком, им не являясь. Но опять-таки, человек, который говорит, я гик, зачастую им не является. Я сейчас сказал, что я гик, только потому, что мне нужно было озвучить все, что из меня прет. Но зачастую люди просто притворяются, думая, что они как-то могут быть таким образом причастны к современной популярной трендовой тусофке. Ну, это во всем так, во всем. Не обязательно анимации, комиксы, игры. Ладно, давай теперь поговорим про Евангелион. У Вани тоже очень классно, поэтому есть вопросы. Особенно ты сказал, что тебе прям очень нравится это анимация. По моей информации, Виталий посмотрел Евангелион больше десяти раз. Это правда? Что за информация? Откуда у тебя? Нет, возможно. Того же человека в очках, который рядом с тобой тусил. Слушай, Евангелион 95-го года. Первый раз я его посмотрел в году, это в 2000-м, да, или в 2001-м. Слушай, подожди, я могу на самом деле, если серьезно, могу сказать, журнал «Атаку» брал интервью у знаменитых разных людей, у тебя в том числе, по поводу Евангелиона, да, там вот было... Мне кажется, цифра занижена. Ну, слушай, он смотрится на одном дыхании, и он прекрасен, да. Хорошо, дальше. За 25 лет это несерьезно, это всего лишь один раз два года, это мало, кажется. Сразу тогда дальше у всех, значит, кто смотрел Евангелион, вопрос к ним такой, а про что Евангелион? Про что Евангелион? Да, на вопрос, на который никто не может ответить. Я просто в чем дело, я не знаю, знаешь или нет, много сейчас на Ютубе видео жанров видеоэссе, и вот отдельный сорт этих видеоэссе, это из-за разряда, ну, я не знаю, насколько изначально это было, может быть, более серьезно, сейчас тоже какой-то такой постираничный момент, да, видеоэссе там на 40, на час, про что Евангелион, и где там чувак рассказывал, рассказывает, как он думает, вот, что думает Виталий, про что Евангелион? Я посмотрел, наверное, эти эссе, которые ты говоришь, уже ни черта из них не помню, потому что очень много всего было умного, но для меня лично Евангелион это про взросление, про то, как молодой человек взрослеет, про его отношения, про его отношения с родителями, про отца, и про депрессию. У меня, к счастью, так повезло, у меня не было депрессии, но я знаю огромное число людей, которые делились со мной, насколько важен им Евангелион, потому что они увидели, что там напрямую с ними аниме разговаривал, потому что у них есть депрессия, подпатония, но и депрессия это все-таки физиологическое заболевание, раньше, когда о нем было малоизвестно, считалось, что это психологические просто какие-то вещи, какие-то блоки, тебе скучно, тебе неинтересно, ты уныл, но оказалось, что это абсолютно химические процессы происходят в твоем организме, поэтому депрессия это физиологическая болезнь и серьезная вещь. Мне посчастливилось ее не испытывать, хотя нет, надо оговориться, у меня был ковид в 20-м году, я заболел все-таки, и, как оказалось, после ковида есть постковидная депрессия, и вот эти две недели, которые она у меня длилась, я вдруг осознал, что это такое, ничего тебя не интересует, не имеет значения, умрешь ты сегодня или завтра, и это было страшно, страшно было не в момент депрессии, а когда она у тебя прошла, ты вдруг, ничего себе, вот эта модель мышления была, как тебе было плохо, как тебе было неинтересно, скучно, убого, и я стал понимать, почему люди, у которых депрессия, ты им говоришь, каман, просто заставь себя, да, просто тайм-менеджмент, просто дисциплина, нет, это не так, там тебе все это до лампочки, абсолютно, так что я еще знаю, да, что это сам, сам Анну Хидаки Ану, автор Евангелиона, он страдал депрессией, он страдает ей всю жизнь, и при создании Евангелиона очень сильно ей страдал, и это чувствуется, когда ты знаком с проектом, до этого я не понимал, почему Синди страдает, главный персонаж этого аниме, почему он так страдает, мне казалось он нытиком, да, потому что я не такой внутри, у меня он абсолютно не близок к ним, и, но ознакомившись с этим, да, когда твои близкие могут страдать этим недугом, когда твои друзья и знакомые, когда ты просто знаешь, что это такое, ты по-другому совсем относишься к тому, что там происходит, но в первую очередь это аниме о том, как молодой человек взрослеет, все эти ангелы, вся эта стилистика, вся эти знаки и символика, они не так важны, они важны, это как бы, они скорее символизируют этапы взросления молодого человека, как он сначала один, как его не принимают, как он борется с этим, как начинается вхождение в его социум, как его принимают друзья, как появляются девушки в его жизни, как начинает что-то получаться, а потом происходит трагедия, в общем, вот этот весь, понимаешь, история – это вот самое главное в любом произведении, и здесь история о том, как молодой человек входит во взрослую жизнь, и что с этим можно делать, как об этом можно думать, никто так глубоко, конечно, кроме Хидайки Анну не погружался, через поп-культуру, через аниме, где подростки бьются с роботами, огромное количество аниме на эту тему, где подростки в роботах, но такое величие ангелеона в его невероятной глубине и в то же время в простоте, что Анна показывала, он просто откровенно, правдиво говорил о себе, Синди – это, в принципе, он. – А в каком возрасте ты посмотрел первый раз? – У меня уже было за 20, да. – А рекомендовал бы, например, подросткам смотреть или слишком жестко? – Обязательно, обязательно всем. Нет, в наше время это совсем не жестко. Там есть некоторые сцены, которые там какие-то кровавые или какие-то задержки. – Нет, нет, вот не о сценах речь, да, о том, что ты говорил, что там есть тяжелые, на самом деле, психологические какие-то моменты. – Да, это аниме, которое необходимо смотреть. Это веховое аниме, которое… Там столько тем раскрыты, да, столько всяких философских и психологических. Но и в то же время это невероятно красиво, очень развлекательно, весело, ну и атмосферно. Короче, да. Плюс еще теперь оно 30 лет, господи, уже 30 лет. 95-й год для меня был таким, знаете, таким свежим, новым. До сих пор ощущение, что он очень-очень свежий и только что прошел. – Да, да, да. У нас наверняка… – Ну, у нас свое время, да, у тебя свое время. – Да, у нас какой-нибудь 2005-й будет казаться только-только прошел, или, не знаю, может, 10-й. – Ну, вот 10-й год у меня, наверное, больше такое. – Да, да, да. Вот он будет казаться, вот сейчас люди, которым 15 лет, 10-й – это другая жизнь, да? А для тебя это Кман-расцвет какой-нибудь. Для меня так 95-й год. Он невероятно свежим, насыщенным и остается до сих пор, хотя 30 лет, казалось бы. Ну, вот Леон Гелеон вышел в 95-м году, 30 лет этому аниме. Он внутренне ни в коем случае не устарел, потому что там техника устарела, технология, он слушает этот кассетный плеер, все такое, ну, оно ламповое сейчас, принято так называть. – Да. – Если ты открыт этому, если тебя не паришь, что он там телефон не достает из кармана, смартфон, то, ну, это всегда вторично, это всегда неважно. Важно то, что, как цепляет душу и как цепляет… Это просто еще эстетически невероятно красиво и графично сделано, так что по всем фронтам это постит. – Да. И дизайн роботов очень, как минимум. – Да, 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 дизайн роботов. Я начал смотреть Евангелион только ради дизайн роботов. Я сначала увидел на картиках их и такой, как же это круто. И меня сначала все это разрядало, мне не нравилось, это не этот Синди, не эти персонажи. Так получилось, поскольку я другую жизнь прожил, не страдал какими-то недугами, которыми страдал Анно, никто из персонажей мне там не был близок совершенно. Я смотрел его только визуально, как художник. Наверное, если бы не был художником, я бы его даже не посмотрел. Но, как художник, я его оценивал. И благодаря тому, что меня так цеплял эстетика всего, что я там видел, постепенно, постепенно я проникся. И еще ведь его отличительная черта важнейшая, что с каждым годом, с каждым твоим этапом взросления ты по-другому воспринимаешься, что там происходит. И такое очень редко бывает в аниме. Тот же Бибук для меня по большому счету не меняется внутренне. А вот Евангелион всегда меняется, всегда меняется. Евангелион это важно. Это сильно, на самом деле. Я сейчас пересмотрю Евангелион уже по-другому взглядам. Хорошо. Хорошо, что тогда дальше едем, да? Нет, вот вопрос, Виталий. Ну и, наверное, к тебе тоже, Ваня. Это относится к препарированию сюжетов. Вот я человек такой, знаешь, который хавает мультфильмы, как фастфолк. Типа понравилось, не понравилось, потому что это же сцена и так далее. Ну вот, а вот слушая вас, я понимаю, что люди начинают замечать что-то более глубокое, нежели чем, как кот, кот в сабогах, да, очень хорошо и очень классно дрался там, я не знаю, с волками или там с кем-то еще. Ну вот, Виталий, да, 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 вот у тебя регулярно происходит. Наверное, еще потому, что ты режиссер, ты пытаешься понять историю саму и почему она классная. Первый раз я смотрю точно так же, как и ты. Нравится, не нравится, наслаждаюсь, я сижу, смеюсь, радуюсь, мне это до лампочки. Да, да, да. После того, как я посмотрел, если это плохое произведение, то есть действительно неудачное, да, вот оно, ну, неинтересно было, скучно, я начинаю анализировать, почему, что, я пытаюсь понять тогда, в обоих случаях, когда прекрасно, когда непрекрасно, но когда я смотрю процесс, первый процесс просмотра у меня абсолютно такой же, как зрительский, чисто потребительский, чисто тот же самый ребенок, он и сидит и ждет, развлеките меня, дайте насладиться, дайте мне экшены, дайте мне эмоции, эмоции, дайте мне крутизны. Я смотрю только так, потому что, ну, если ты начинаешь смотреть в момент процесса просмотра, ты начинаешь думать, ага, здесь вот это, здесь вот это, я вдруг останавливаюсь и понимаю, что да, видимо, что-то не работает в сюжете, я начинаю помогать, происходящему, помогать режиссеру, что-то решить, какую-то проблему, которую он не решил, или так, что, почему это произошло, но ведь, такие вещи, очень часто, когда ты смотришь обзоры каких-то критиков, да, каких-нибудь бэдкомедианов, они оперируют этими темами, что, почему, а куда делась эта ветка сюжетная, а куда вот это, если ты это замечаешь, то, видимо, не очень хорошо тогда, что автор, автор что-то где-то просчитался, но если ты сидишь и от начала до конца смотришь с удовольствием, то, значит, классная вещь, и потом ты уже анализируешь, чтобы для себя почерпнуть что-то, что они сделали так, в моих произведениях может быть процитировано или как-то сделано так же, простое вдохновение, ага, ведь создание кино, это так называемый проблем с оллинг, решение проблем, у тебя есть описание в сюжете, это может быть одна строка, они там поговорили на тему чего-то и вдруг что-то произошло, как визуально это показать, как показать визуально их психологический мир, о чем они думают, что они перед этим думали, что они перед этим делали и после этого будут делать, вот в этом вот ключе ты сидишь и решаешь эту головоломку постоянно, а что будет дальше, а что было перед этим, и как это показать так, чтобы оно было все в цепочке, да, это очень сложный процесс, и прекрасные произведения делают это на ура, да, тот же Джеймс Кэмера, у него практически просчетов не было, считают его просчетом это бездна, но все равно фильм прекрасный, все равно фильм невероятно глубокий, красивый, невероятно новаторский на свое время, поэтому у него, я считаю, не было провальных фильмов, довольно скляну, и смотрят на его работу, понимаешь, когда ты делаешь все это так виртуозно, так понятно, и цепляешь самое большое количество зрителей в мире своими произведениями, где-нибудь, вот на нем учиться надо, конечно, как его, «Терминатор» это же его произведение, правильно? Да, я просто смотрел все части «Терминатора», и я выходил из кинотеатра в такой, блин, какой классный фильм, третья часть, четвертая, пятая вроде бы, ну там пятая, что для меня было немножко похуже, вот, но когда я потом узнал, что оказывается, эти части провальны, и в таком смысле провальны, Да, и поэтому я начинаю в последнее время. Мы еще просто с Ваней сидим, да, и с Валерой, там у нас третий парень есть иногда на стримах, начинаем разговаривать про всякие фильмы, и они вот начинают как раз-таки говорить, что там условно не сработало. А я прям как мальчик, и такой, блин, мне вообще все понравилось, я ничего не могу сказать. У меня так же, как у тебя, и мне приходилось очень много лет, поскольку я решил раз уж стать режиссером, делать свои мультики, и мне надо как-то режиссер к этому подходить. Мне пришлось учиться, узнавать, и, конечно, ты включил, включается вот этот режим, да, анализа режиссерского. Он просто необходим, если ты хочешь расти как режиссер. Ну да. Но я это понимаю, и первый раз я смотрю абсолютно головой ребенка. Я хочу получить удовольствие в процессе. Какого бы то ни было. Если я пришел в ужасе, смотри, я хочу вдохновиться атмосферой, сасвенсом, дизайном монстров, ужасными сценами, всем вот этим классным, все, что делает фильм ужасов, прекрасно. Если я пришел экшен смотреть, я жду классного экшена, драйва, эмоций. Да, да, да. Эмоциональное содержание всегда важно в любом фильме, и его добиться сложно. Когда это делается неумело, ты не веришь, да, что кто-то плачет, смеется, и это не до лампочки. Если ты сопереживаешь, значит, режиссер сделал это правильно. Мне надо постоянно это анализировать, чтобы в своих работах я пытался добиться того же эффекта прекрасного. Казалось бы, чего проще оставить человека смеяться или плакать, если ты сделал там, у кого-то умерла мама, у кого-то умерла собака, кто-то там, не знаю, пошутил, но это очень сложно, потому что зритель, особенно в наши дни, когда контент ежедневно поглощается в гигантских количествах, он видел все и вся. Тебе приходится очень сильно изгаляться. В общем, да, так что «Терминатор», «Терминатор» — это тоже, да, это целая глава в моей жизни. Она у меня началась от просмотра кино до встречи с Арнольдом Шварценеггером. Я понимаю, что ты рассказывал про вот эту вот сцену, да, встречи с Арнольдом Шварценеггером в другом каком-то подкасте. Можешь, пожалуйста, это еще раз повторить, потому что по-любому я уверен, что будут ребят, которые такие «В смысле он что встречался со Шварценеггером?» Он же мультики делает. Короче, это все благодаря Тиму Миллеру, когда мы начали делать «Любой смерти роботы», его тогда уволили с поста режиссера «Дэдпул-2». И буквально при нашей первой встрече, видимо, он настолько был шокирован этим, это все, что его будоражило, у нас первая встреча с ним, и он буквально наимод, еще не зная даже, кто я такой, говорит, можешь поверить или нет, но меня уволили с «Дэдпул-2». И я уже знал, я уже прочитал, но такой, да, 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 что случилось. Вот он начал рассказывать, что там с Райаном Рейнлинсом что-то там поспорили. В общем, ладно. Он рассказал мне немножко про грязное белье, не стоило ему рассказать, но я понял, что он на эмоциях очень сильно, конечно, переживал. Буквально через несколько месяцев он стал режиссером нового терминатора. И я его поздравляю, и мы начинаем… У нас были еженедельные созвоны по Зуму, чтобы я показывал мою работу, обсуждения, да, он давал комментарии, что работает, что нет, что нужно улучшить, что вопросы задавали. Ну, в общем, необходимая рабочая сессия, да, раз в неделю. И я, конечно, его поздравляю с постом режиссера терминатора. Говорю, каман, ты будешь в Лон Кэмон работать, каман, ты там с Армольдом будешь. Для меня это… И мы начали делиться с ним разными историями. И я рассказал историю, как однажды, будучи ребенком, еще 12 лет, мне было… Нет, 11. Я возвращался домой со школы, жил в Сибири, в Лонгипасе, в деревянном доме. И наш деревянный дом, состоящий из трех подъездов, я возвращаюсь в школу, и он горит. И я в шоке. Так получилось, что огонь пошел в другую сторону, в другой подъезд. И у нас было время там с родителем вытаскивать всякие там многоценности, документы и все такое. И я полез в свою комнату, собрал все свои ценности, там, шарики, игрушки, комиксы и кассета «Терминатор 2». И я полез в доме, когда горелся, спасай. Он настолько впечатлился, он рассказал ее Кэмерон. Он так же даже Кэмерон знает, как бы ты смеешься. И я говорю, и каман, ты будешь теперь с Армольдом работать, представляешь? Да, да, да. Но он видит, что я просто безумно. Далее, слушай, приезжай на съемочную площадку, я познакомлюсь со мной. Я там просто потерял на 8 месяцев не пришел ждать этой встречи. И я каждое утро вставал и думал, что... И вот, наконец, съемки в Будапеште. Это был октябрь. Самая крупная съемочная находится в Европе, в которых Америка снимает все свои блокбастеры. И последние, и предпоследние. Это Будапешт, Венгрия, это Лондон и это Испания-Мадрид. Там гигантское павильон прощение, где снимают за поламериканской цены все современные блокбастеры. И Терминатор снимали в Будапеште. И, в общем, в октябре я приехал в Будапешт, у меня было два дня на съемочной площадке, и он там познакомил меня, да, со мной. Сначала я познакомил с главным чуваком, который играл Терминатора в новом фильме, да? Это Диего, я помню фамилию, там его такой латиноамериканский парниша играл. Он меня познакомил, и самое смешное, что он рассказал всем эту историю про меня. Есть такой русский мальчик, который там спасал кассеты. Да-да-да-да. И он по съемочной площадке подходит ко мне чувак, который там, ну, видишь, что лицо какое-то непонятное, говорит, кто такой. Я говорю, я друг Тима, он пригласил, а ты тот русский парень, который кассеты из огнязки. Позвал Диего, познакомил меня с ним и рассказывает ему эту историю. И Диего говорит, я так и представляю, как этот мазафака выходит из огня с кассеты Терминатора 2. Я говорю, было не совсем так, но, говорит, твоя версия. И потом, соответственно, наступила очередь Арнольда, его сцены. Самое невероятное, что взрывает мне голову до сих пор, когда меня знакомили с Арнольдом, он был гримить Тюмит Терминатором, представляешь? Ахереть. Да-да-да. Он был в этой куртке порван. Меня познакомили не с Арнольдом, а с Терминатором. Он приходит, я стою возле Тима и Тим начинает рассказывать эту историю. Самое смешное, что Тим, видимо, перескал эту историю так много раз, что она у него точно была. Все детали, гораздо лучше, гораздо сочнее. И Арнольд сидит, о май гад, вау, и он говорит, а вот, кстати, и он. Вот, кстати, и он. Я скажу. В общем, у меня удалось. Я жму ему руку, я такой смотрю на эту руку, это рука Арнольд. Я смотрю через рваную куртку, да, вот у Терминатора, там бицепс. Я говорю, ты стою такой, бицепс верну. В общем, я позвонил своему другу сразу же после этого. Он говорит, сволочь, не вздумай мыть руку. Минут 20 я стоял, разговаривал с Арнольдом. Он говорит, откуда ты там, все дела. Я говорю, из Петербурга. Я там не был, я был в Москве. Я говорю, если будешь в Питере, теперь ты знаешь, где остановиться. Он говорит, да, я возьму адресы Тима. Вообще, мы там с ним перешучились, перебалтывались. И потом наступил момент, когда он пошел, собственно, снимать эти сцены. Я вместе с Тимом пошел с монитором, четыре разных камеры. Мы смотрим, как он играет. Сцену отыгрывает, там постоянно дубль за дублем. Я думаю, что я делал? Зачем в монитор пялюсь? Я могу смотреть эти ножевого Арнольда. Я там пошел, присел, где-то у меня было несколько часов, я смотрел, как Арнольд отыгрывает, как он там просит. В общем, опыт, который, знаешь, что коснится может. И я, да, я, конечно, позвонился своим родителям, друзьям, всем рассказал. Я никому не сказал, что встретишь с Арнольдом. Я сказал, что я иду в Будапешт. У меня там будет какая-то важная встреча. Я ее видел, живьем она ходила, но такой был тяжелый день, такие были тяжелые съемки, что он просто, Тим, забыл меня познакомить с Лиманой Галерой. Я рядом с ней стоял, я видел, когда она там какую-то кашу ела. Но познакомиться, я просто не мог к ней подойти, потому что актер, он же, режиссер знает, когда можно прийти к актеру, а я не знаю, я просто в стороне стою. Ну, все, что у меня было, это просто стоять в стороне и смотреть, как они отыгрывают. Поэтому, к сожалению, я с ней не познакомился, но с Арнольдом, в принципе, это главный приз, согласитесь. Да, согласен. И он меня познакомил, так что, вот такая история. История из моего детства, где я спасал кассету, привела к тому, что я в результате поднякнулся с Арнольдом на съемочной площадке в костюме Тернерада. Да, да, да. Такая вот гигарская мечта. Ну, грубо говоря, это как? Тот пожар стоил того, да? Для того, чтобы встретиться с Арнольдом. Получается так, да, получается так. Блин, я бы хотел, на самом деле, чтобы не была такая ситуация в жизни. Просто, знаешь, потом... Не желает пожара. Я понимаю, я не про пожар, я про встречу с Арнольдом. Вот у меня сын, которому уже почти 10 лет, вот если бы у меня такая была тема, я бы специально показывал бы фильмы с вашим Шварценеггером, я с ним встречался, я с ним общался. А у тебя фотографии в случае мне осталось, а? Ты не делал селфи какой-нибудь? Из-за того, что даже еще трейлера не было, что какого-то фильма, я не мог с ним. Я сделал несколько, пиратских снимков. Я, конечно, там снялся с Тимом, все вот это, но все равно это не получилось. Он был в гриме, а еще даже трейлеров не было. Это очень меня печалит. Да. Но зато в моем сознании все это так. Да. Блин, офигенно. Вообще, теперь теплота у меня в душе до конца сегодняшнего дня. Ладно, Ваня, продолжай этот вопрос. Вериться с трудом, на самом деле. Ну, в смысле, не в смысле, я не верю, а типа, что, блин, это как я вот на днях рассказал родителям, с кем я смогу пообщаться, и на меня просто не поверят. Говорю, вот, смотрите, режиссер, он в Голливуде работает. Я в одном отражении от Шварценеггера, да? Мне отец сказал, нет, это какая-то чушь. То есть, ты будешь общаться с челом, который в Голливуде, что он видел Шварценеггера. И я сейчас такой сижу, что мне рассказывают. Ладно. Так, ну, давайте назад тогда еще немного в аниме прыгнем. Значит, Виталий как-то говорил, что он, в принципе, высоко оценивает Маосаки Юса. Маосаки Юса, это, наверное. Юса было такое, да. И вот из последнего он был причастен к производству анимационного сериала «Яезукин», да, «Руки прочь от киноклуба». Не смотрел? Да, я смотрел. Я все его, больше смотрел. Великолепный сериал. Кто не знает, да, «Руки прочь от киноклуба» это аниме про школьников, которые делают аниме. То есть, у них в школе называли кружок, да, они сами горят анимацией, и это аниме про анимацию, про волшебство анимации. То есть, оно там и четвертую стену ломает, и все вот эти фантазии визуализируют благодаря волшебству анимации. То есть, это совершенно фантастическое аниме, которое не только история сам к себе интересная, но и она показывает какие-то подноводные штуки анимации. Вот, Виталий, насколько оно правдоподобно, то есть, насколько я могу там опираться, если буду готовить доклад по тому, как делается анимация, да, если я посмотрю это аниме, буду кому-то пересказывать, то есть... Я думаю, там очень близко, потому что в первую очередь это все было иллюстрация того, что происходило с этими творцами, которые делали это аниме в юности. По большому счету, они просто пересказали свое прошлое, поэтому там очень, все очень-очень достоверно. Если говорить об аниме, которые о создателях, это в первую очередь руки прочей от киноклуба и Бакуман. Там просто я хотел сказать про Бакуман. Вообще. Там все очень-очень правдиво, там все тоже основано, это же писали и рисовали авторы, которые прошли тот же самый путь, они себя просто рисовали. Поэтому там вплоть до мельчайших деталей, которые ты никогда не узнаешь, но там все очень описано. Если еще кто-нибудь знает просто аниме про создание, есть такой сериал от знаменитого Метро, ушедшего уже, Сатоши Кон, все знают, нет? Я, возможно, и не знаю. Агент Паранойи. Агент Паранойи. Великое произведение, одно из величайших. 12 серий всего, и это единственный сериал, в котором работал Сатоши Кон, но там есть серия как раз про то, как делают аниме. Там очень в формате одной серии рассказано очень-очень подробно и очень качественно, классно, тоже со всей болью, которую там испытывают все эти создатели. Короче, Бакуман, руки прочь от клуба и Паранойи Агент, это вы узнаете максимально, как делается аниме и манга, если хотите. Ты себя ассоциировал с этими героями? Да, да, какие-то моменты. Конечно, там были некоторые моменты, которые мне непонятны, допустим, я не искал продюсера, там я еще что-то, потому что они очень профессионально там все подходили. У меня все-таки была немножко пустарная такая своя студия. Но сам процесс, все эти муки творчества, все абсолютно одно и то же. Так что это правда, все там правда и очень классно сделано, невероятно красиво. Я вот Бокуман пересматривал раза, наверное, три или четыре. Я вот почему загорелся рисованием, да, я вот как учился в сельскохозяйственном университете, вот я должен был стать инженером как земельного кадастро. И на меня ставили такие большие цели, типа вот, ты сейчас выпустишься, будешь работать катастрофником, будешь зарабатывать деньги. Я помню, я в декабре, четвертого числа посмотрел какие-то там три серии вот Бокумана, и там как раз говорили, типа вот, а там был такой отличник, помнишь, не помнишь, который сильно подавал надежды в области литератора или кого-то там еще. Ну да, главный персонаж, который вычислил. И он такой, я буду делать мангу, и его потом спрашивают, да, и он такой, я лучше, короче, попробую реализовать свою мечту и там обозрусь, нежели чем, вот, не попробую, да, и буду всю жизнь. И меня так вообще схватило это, вот это вот. Да, я потом пришел к своей маме, говорю, мама, я инженером становиться не буду. Мама такая в шоке, пару дней, она там давай уговаривать моих сестер, моего отца, давайте, мы его уговорим, чтобы он вернулся на прежнюю колею. Я говорю, нет, я буду рисовать, а нет, я не говорил, что буду рисовать, я буду там танцевать, там заниматься творчеством, а потом уже благодаря этому я пришел уже в рисунок. Даже какое-то время хотел стать мангакой, но в итоге придумал. Просто сам этот лозунг, да, что я буду идти к мечте, нежели делать то, что вы от меня хотите, он действительно супер вдохновляющий. У меня просто похожая история была в том, что меня как бы никто с пути сбить не мог, хотя очень сильно хотели, тоже, знаешь, там деньги, вся вот эта вот обычная песня. У меня просто, когда я закончил школу, мы должны были переезжать в Ростовскую область, там было как раз художественное училище, в которое я хотел поступить, но до этого у меня было где-то полтора года, где после школы, где я нигде не учился. Родители, конечно, не могли мне позволить ничего не делать, да, не учиться. И я пошел учиться в техникум, инженер по эксплуатации ницных и газовых месторождений. Я никогда не ходил, не учился, рисовал, меня оттуда выгнали, и я поступил в ПТУ на электрику, просто, чтобы куда-то ходить. Да-да-да-да-да. Но несмотря на то, что как бы мне это не хотелось, но я там познакомился с какими-то интересными людьми, там контингент был, гопота просто по-черному. Но, да, знаешь, все равно как бы. Знаешь, ничего в своей жизни, я бы ни от чего не отказался, потому что так или иначе какой-то дало идею, какой-то опыт, какой-то другие люди. Потому что, если бы я не был в этом ПТУ на электрике, не проучился там эти полгода, я бы вообще не понимал мышления и вообще гопников, я бы думал, это какие-то просто орки, это не люди. Нет, это люди, но просто они вот, такие у них социальные условия, такое окружение, такие интересные. Да, окружение. Просто, да, я просто знаю, знаешь, я анатомически изучил, как человек к этому приходит. Так что, да, очень интересно было. Но, да, возвращаясь к той истории, Бакуман, у меня было уже около под 30, мне было, когда Бакуман выходил. Я его не смотрел аниме, я только читал его. Я ждал, я ждал меня тоже. Это, кстати, если ты не знаешь, автор этого комикса, это Токеси Абата, который рисовал Дезнот. Дезнот, да. Дневник смерти, да. Поэтому рисунок и дизайн персонажа один и тот же. Они там даже ссылочку сделали, где в первой серии они обсуждают мангу и Дезнот упоминают. Так на себя, так знаешь, весело вставили. Ну и, конечно, я просто восхищаюсь его рисунком, его композицией, его вообще страницей. Красота. Он один из лучших вообще мангаков современных. Поэтому Бакуман я начал читать благодаря, потому что я ждал чего-то нового от него. Токеси Абата и Оба, второе, я не помню имя, но фамилия Оба, они вместе создавали Дезнот, потом вместе они передали в Бакумане то, что они испытывали во время создания Дезнота и предыдущих своих произведений, там, Хикару Нуго, Игроки Вго и прочие произведения. Они вместе все это проходили, рисовали эти комиксы и писали. Они там даже в Бакумане вроде бы создавали мангу, похожую на Дезнот, как будто бы. Там было противостояние двух, короче, личностей. Один был ангел, второй был демоном. Наверное, да. Протагонистом. Да, да, да. Там интересно, тебе всегда интересно, что же за мангу рисуют. Ну, суть-то не в этом, да, какой они мангу рисуют. Да, да, да. Что происходит с ними, что происходит с их конкурентами, со всем этим миром внутри манги. Какие они, опять, те же самые проблемы. Вот если кто... Все вопросы, которые задают художнику, как преодолеть то, как преодолеть все, как найти одно, другое, как все начать работать, все это есть в Бакумане. Анимация или манга, или комикс, и все, что вы хотите рисовать, если вы хотите рисовать, Бакуман ответ имеет на все эти вопросы. И удовольствие получите просто бесконечное. Офигеть. Согласен. Блин. Все, эстетическое удовольствие получено. Ваня. Так, что еще что-нибудь про аниме или дальше? Да, давай про аниме. Если есть про что, поговорите, либо можно уже про игры поговорить. Ну, давайте про аниме, про индустрию. Такой комплексный вопрос. Вот мы говорили про Евангелион, да, и сейчас Хида Акиана, у него студия Ханна, и что они делают? Они делают ребилды, да, и считается, и считается, что Анна запустила вот эти ребилды, чтобы гарантированно заработать деньги сто процентов, да, потому что он организовал новую студию, и потом вот эти деньги, мы точно знаем, да, что он складывал их в независимую анимацию, да, например, вот в 14-15-м годах был Japan Animator Expo. Это где величайшие аниматоры современности смогли создать свои короткометражки, и я там, помню, просто ждал каждую серию, каждый день, заходил на этот сайт, смотрел, скачивал там на каких-то пиратских ресурсах, потому что, ну, мне важно работы великих, чтобы они остались у меня на винте, я коплю всех великих. В общем, да, это потрясающе, это потрясающе. Ребилды закончились, все, четыре части вышло, Да, вот насчет ребилдов, вот во всем этом контексте, то есть многие их не любят, да, потому что это вроде как коммерческий проект, вроде как уже пошло по второму кругу, с другой стороны, опять же, они дали Анну как автору ресурс что-то новое сделать, вот как ты к ребилдам относишься, и вообще к такому уже рециклу, да, рециклу, да, переработки уже какого-то готового произведения, вот, и на этом частном примере. Да, перво-наперво, да, для заработания денег и держаться на плаву, учитывая, что сейчас время ремейков и только франшиз, это лучший способ, это первое, то есть к деньгам и ко всему коммерческому я абсолютно нормально и трезво отношусь, и это по умолчанию меня, это даже не обсуждается. Второе, это когда величайший творец, который столько лет рассказывал о том, как тяжело ему было делать сериал и сколько всего он не сказал, и что в результате там последние две серии, хоть они и стали культовыми, все равно его там не устраивать, они устраивали поклонников, и туда получают возможность пересказать свою историю с новыми силами, но с теми, с той же армией Крутанов, которые работали над первым, вдруг получают эту возможность, то я, конечно, на крыльях летал. Мое отношение эстетически, они менее нравятся, потому что они слишком, да, слишком, все компьютерное стало, не в лучшем, предыдущий, предыдущий, первый главный оригинальный сериал, он полностью сделан вручную, да, там на кальке, на акварелью и гуаши, сделаны фаны, он настолько художественный, настолько невероятно рукотворный, но в то же время такой крутой, что, да, рядом с его величием, все вот это компьютерное, оно немножко, не так меня сильно привлекает, но это только мой художественный вкус говорит, потому что, когда я говорил просто с фаматами, они, конечно, говорят, что визуально ребилды куда круче, и они не замечали всех этих красивых силуэтов, акварельных заливок и всего этого, это не так важно, поэтому с визуальной стороны он не так сильно радовал, радовал, но все остальное, да, в плане повествования, в плане истории, в плане анимации, в плане идей, оно, конечно, на божественном уровне, и казалось бы, бесконечный бюджет был выдан Анна, и это чувствуется в каждом фильме, то есть Евангелион получил такое визуальное воплощение, о котором ни один другой мультфильм там мечтать не посмеет, причем в четырех, в четырех фильмах, это мы получили такое сокровище невероятное, так что, как бы я не любил Евангелион, я хочу еще подчинить, я не фанбой, я не бьюсь, я не в сообществах не состою, я не обсуждаю, я люблю его сам, да, наедине со своими мыслями, я обожаю его таким, как он есть, и как это называется, комьюнити, я к комьюнити никак не причастен, и все эти бесконечные баталии, бесконечные обсуждения меня никак не трогают, и для меня и Евангелион, и Ребилды прекрасное, невероятное творение гениального мастера, так что я вот так отношусь к ним. Это супер исчерпывающий ответ, очень доволен. Я вот, Виталий, вспомнил про Наруто, подскажи мне, ты за кого, за за Итачи или же за Мадуру? Кто ты думаешь, что это из них? За Итачи за Мадуру? Да. Я, кстати, тоже, опять-таки говорю, это моя отличительная черта, я никогда в комьюнити состою, я не знаю, мы не про комьюнити, просто отношения. Чтоб его победит, мы в случае, по-моему, Мадар, он вообще бог какой-то, по-моему, из Итачи. Если Итачи даже Саски смог победить, ну, в общем, да, просто чисто файнбойский разговор пошел, я думаю, Мадара победит. Если так, это Робокоп или Терминатор, Мадара или Итачи, то Итачи мне больше нравится, да? Мы его любим, потому что история так сделана, чтобы мы его любили, а Мадара немножко отстранен. Но если говорить про их сил, то мне кажется, Мой фэнбой считает Мадару в плане сил каким-то божеством, поэтому, мне кажется, Мадара одержит победу. Но это так. Ну ладно, там очень много фэнбой ищет, это просто этот, как автор аниме, Симокомасаси, Кишинотан Саши. Да, 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 он где-то отвечал, что победит Итачи, потому что у него есть меч, как, Кусанаги назывался, да, не помнишь, Ваня? У него, у него был, да, запечатывающий, короче, меч огненный, при помощи которого он запечатал этого Рачмара. Кто такой, что в спорте скишек, кто такой, что в спорте скишек. Ну, мало ли, я просто, короче, где-то пишу, сразу появляется толпа комментариев, что нет, с чего ты взял? Если вот Мадар бояется, он бы сразу ему трячь в белбе. Ну вот, еще же есть там новость такая, что хотят сделать несколько глав манги про Минато. Вот, я прям, честно говоря, очень сильно жду. Минато, да, отец Наруто? Да, 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 Я после того, как закончился Наруто, основной сюжет, Баруто уже не причастен, поэтому... Конечно, остальные. Ну, что-то, у меня уже началась, у меня как раз началась, это, я помню, тринадцатый год, у меня тогда было первое путешествие по Америке, я помню, лежу в каком-то отеле в Лос-Анджелесе и читаю последнюю главу Наруто, именно, все уже. Да, 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 где уже все, кто с кем поженился, кто с кем там развелся, и когда Баруто начался, я немножко почитал, но фишка в том, что еще не сам Киши их рисует, это его уже ученики и ассистенты. У меня по популярности гигантская, наверное, там все в порядке, все хорошо и сюжетом, и со всем составляющим, но просто уже, уже, наверное, действительно. не тот вайп, уже. Нового поколения, да. Но я еще, смотри, давай, после мелькает, слушай, наверное, стоит почитать, но я все равно, как этот, возвращаясь к пересмотру своих любимых, каких-нибудь алхимиков, то, что можно пересмотреть, потому что Наруто невозможно пересмотреть, то есть 500 серий, сесть, можно, но это действительно нужно уже не иметь работы. Короче, если я пересматриваю Наруто, то, значит, меня уволят. Или One Piece тот же. Но найти время на пересмотр вот этих, аниме законченных, Алхимик хоть и 70 серий, но его можно пересмотреть, да, за определенные. Погоди, есть же так называемый ребют, или как назвать это? Почему? Есть первый, и потом Братство, которое уже по манге нормально. Да, 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 по манге. Первый, да, он снимался во времена, когда Алхимик еще только выходил, и половина сериала по манге, потом начинается уже... Потому что он уже обогнал его, да. Да, он обогнал мангу. Но он был невероятно популярным. Он тоже классный, но танцовка немножечко невинятная, насколько я помню. Но все равно, что полос на ура, шикарно смотрелось. Потом вышло полностью по манге, 2009-й, он абсолютный восторг, я его уважаю, просто не могу. Хотя, наверное, визуально мне больше нравится первый, потому что там у меня какой-то вопрос к фонам, они там фильтр какой-то используют. это ладно, это уже чисто вкусно. Это уже проф... Ну, это мои шикарные моменты, потому что братство, оно идеально. Это супер. Да там хотя бы раскрыли полностью историю. Да, там все раскрыто, там все, путчетка, персонажи, что к чему, все по полочкам обалденно. Обожаю эту тему. А ты не смотрел, что чем Шаман Кинг? Нет, я помню, почитал первую и вторую главы манги, я понял, что, да, тот же Шанен, те же ноги растут, как и у всех, но не смотрел. И Блича тоже начинал точно так же. Точно так же. Я много вот этих Шаненов. И Академия Героев я посмотрел два сезона. И Блича посмотрел сезон. И Шаман Кинг, вот я ознакомился с началом. Что-то еще из Шанена такого. Ну, в общем, когда ты чувствуешь, что идешь тропами Ван Писа, Наруто, и таких вот этих моментов, ты понимаешь так, или Алхимика, но ты понимаешь, что, окей, я слишком уже много об этом знаю. Да, да. Сейчас я на секунду камеру включу. Дальше. Хорошо. Окей. Так, и в контексте еще ремейков, сиквелов, Виталий, ты бы вернулся к какому-нибудь из своих прошлых проектов? Ну, может быть, не прямой сиквел, а какая-нибудь, не знаю, переработка, типа, из комиксов в анимацию или из анимации в игру? Что-то были какие-то такие мысли? Ну, мои, все мои проекты, так или иначе, да, я всегда иногда думаю о том, как бы выглядело то, другое, как продолжение здесь. Так что, да, вполне, но просто они не были никогда супер успешными у массового зрителя, а следовательно, никто денег на их продолжение не даст. и значит, я делаю новое. Таковая реалия рынка. А у тебя уже есть какие-то идеи? Ну, точнее, ты говорил, что у тебя есть, да? А ты можешь, там, хотя бы, в пару словах рассказать про твои новые идеи короткометражек? Про сами идеи я рассказать не буду, а вот что за короткометражки? Все мои герои, все мои идеи рождены из того, что я так или иначе что-то нарисовал, да, из первого рисунка, из первого источника. Когда-то я рисовал, там, как какой-то человек дерется с какими-то свиньями воинами, да? Это все переросло в какую-то серию картинок, и я постоянно рисовал, как вот чувак с мечом дерется с большим количеством свиньей воинов. Это весело, это нравилось мне, нравилось моим друзьям. В какой-то момент я взял, написал сценарий полностью, работал, и одна из идей это вот такая. Потом у меня есть огромная серия рисунков про мальчика с драконом, Белый дракончик серия рисунков есть. Это, наверное, самое близкое к релизу, потому что у меня уже почти готов аниматик даже для этого. Ну, я видел, да, ты с китчей делал. Да, будет это что-то, не будет, я не знаю. Все равно довести до конца в современных реалиях моей жизни очень тяжело. Я, когда начался ковид, очень жестко за него взялся и каждый день над ним работал, совмещая и работу, и творческий проект. Но было очень-очень тяжело. И потом началось, это когда мы еще над игрой работали. То есть, в планах был сериал, а потом, когда мы перешли на сериал, то все, уже я не смог вернуться к нему. Поэтому жизнь покажет, что дальше. Как себя игра покажет? Сможем ли мы запитчиться? Если пойдет, работать с сериалом, все будет четко, и я не знаю, когда я смогу вернуться к Дракончику. Но если, опять-таки, будут какие-то неудачи, и я буду свободен, я сяду и веду до конца. Так что мой первый, ближайший релиз, когда он будет неизвестный и неизвестно будет ли, но это будет Дракончик. У тебя нет желания, прямо как вот с X-Story, после окончания проекта зарыться условно уже там на полтора-два года и попробовать еще одну крокометражку сделать? Я говорю, это будет, если что-то не пойдет. А, если что-то не пойдет. Если пойдет сериал, то это мой новый, как бы, карьерный шаг, да, делать этот сериал, то, конечно, мне придется полностью на нем сосредоточиться абсолютно. Хорошо, спасибо большое. Ваня? Ртыни, что у нас по регламенту? А, да, Виталий, Ваня, у вас еще время есть? Я думаю, еще минут 20. У меня сколько угодно, как гость скажет. Да, 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 Виталий, ты что-то пропал. А, все. Ну, я больше говорю, я немножко подустал, но мы можем еще поговорить полчасика. Нормально могу? Я думаю. Мы уже два часа говорили. Вообще, для меня это очень классный стрим. Я просто получаю удовольствие массовое. Хорошо, и можно тогда в конце еще небольшой блиц сделать, прямо в конце. И сейчас еще что-нибудь, не знаю, про видеоигры хотите? Давай. У меня есть, тоже я готовился. Виталий, ты знаком с российским сегментом YouTube, где говорят про ретро-видеоигры? Немного знаком, да. Может быть, не знаю, Пашкин, на что-нибудь такое. Да, да, я помню, когда вышел его «Проклятие серого слоненка». «Проклятие» ты смотрел «Проклятие серого слоненка»? Когда он вышел, он сразу вдруг вируснулся очень быстро и, собственно, сделал его аудиторию, правильно? Ого, этого я не находил в своих интервью. Хорошо, но увидел где-то отклик какой-то был душевный? Конечно, конечно, он описывал полностью все мое детство, все эти пиратские картриджи, все эти непонимания, почему этот ремейк, почему это продолжение, что происходит. Он там без конца говорил, там, китайцы, такие-то, раз, такие. «Анхипидел во Вьетнаме», да? Да-да-да-да. Хорошо. Он озвучил полностью все наши проблемы, все наши страдания того времени, страдания начала 90-х. Хотя у него была немножко ситуация, у него забавно, что конец 90-х, у меня это уже была эпоха PlayStation 1, да, и ожидания PlayStation 2, а у него, видимо, не знаю, экономические соображения и возраст, он, похоже, младше меня лет на 10, или... Да-да-да. У него все вот эти переживания были пересенены на конец 90-х, то есть он, уже у него и Dendy, и PlayStation одновременно крутились, а у меня было все по полочкам. Dendy, Sega, Super Nintendo, PlayStation, конечно. Потому что у меня тоже в детстве была Dendy, я 97-го года рождения. Ну, точнее, не у меня, а у друга, который жил на другом этаже. Хорошо, ладно, тогда дальше среди, значит, наших блогеров есть буквально, да, видеоигровые реконструкторы, не знаю, тоже, наверное, ты видел Николая Губанов, у него есть канал там Pixel Devil и Russian Geek. Он буквально... Это самый успех из РФ. Да-да, он буквально собирает там, он ездил в Японию, покупал оригинальное старое железо, в Японском, вот эти Neo Geo, он покупал разные эти ретро-консоли, у него прям музей дома, значит, в чем суть, да, ты бы хотел вот в руках подержать, допустим, там, все версии Game Boy или, например, PC Engine, который такой тоже портативный, который стоил как по цене, как 4 Super Nintendo. Ну, вот эта вся тема, хотел бы повзаимодействовать? Тут, наверное, отличительная моя черта, что я совершенно не аналоговый чувак. Если есть виртуальный аналог, я даже не подумаю о том, чтобы в железном варианте привести. Это нужно быть таким тактильным любителем. Я смотрю их видео с интересом, я вижу их страсть, это все очень... за этим классом наблюдать. Прикольно. Но у меня, если есть аналог, как появились эмуляторы, все мои мечты сразу были воплощены. То есть когда-то, когда ты ходишь одну игру к другу менять на другую игру и думать, господи, а вот иди, была бы у меня возможность все игры иметь сразу. И тут раз она появляется в 2000 году каком-то, и ты эмулятор ставишь, и у тебя сразу и Sega, и Nintendo, и Bendy все это есть. Поэтому я с интересом смотрю, как люди наслаждаются этим, как они распаковывают коробочки, как они все это щупают. Но в самом деле у меня нет этому тяги. У меня нет тяги к чему-то такому, чего можно потрогать. Даже в искусстве, когда появился фотошоп, я понял, что я могу все свои мечты воплощать вот здесь, вместо того, чтобы седать, мешать краски, набирать воду, точить карандаши. Вдруг все эти лишние вещи ушли. И я просто сразу же сажусь и рисую. Поэтому я тут, многие, кто-то меня не поймет, кто-то отвратится, но я не тактильный чувак, мне виртуального достаточно. Так вышло, что-то делать. Поэтому, да, мне достаточно того, что я вижу в их обзорах. Сам я не особо тянусь. Хорошо. А Джимс Рольф смешной? Когда тебе весело было, когда там увидел первый раз, где он надевает этот PowerGlass, там Virtual Boy, как-то все, коврик. Ну, с него все началось, все эти обзорщики, да, все наши обзорщики тоже кланяются, потому что он вдохновил. Так что Video Game Nerd, я, по-моему, с первых выпусков его смотрел. Английский уже хорошо знал и смотрел с 2006 года. Да, да, я просто думаю, ну, когда он только вышел, он прям вообще взорвал, наверное. Сейчас-то он, ну, один из многих. Видишь, он еще, поскольку он сам огромный фанат кино, поэтому у него Синий Массакер, и сам он фильмейкер в первую очередь, но выстрелил у него именно персонаж, который в компьютерной игре вообще рубится. Поэтому у всех такое отношение к нему, что он в первую очередь геймер, хотя в первую очередь он фильмейкер. Так что, да, заманно. Хорошо. Любимая часть Контуры или, может быть, послевание, какой? Экшен, сайд, скроллер. Ну, разумеется, я фанат всех этих вещей. Контур, наверное, все-таки самый пик Контри для меня это Контур Харкорпс на Сеге. Это просто произойдет на шагу. По Кастельване, наверное, у меня самое любимое. На Сеге я очень любил Блэйд Лайнс, обожал. Все верно, да. И очень сильно на PlayStation 3 две части Shadow of Lords, Lords of Shadow. Которая трехмерная уже. Да, да, вот этот вот. Она не очень любима в народе, но я обожаю. Там все так прекрасно. Там геймплей такой зажигательный. Очень люблю. А из двухмерных Bloodlines и Дэндис, наверное, третья часть. Они вот великие. А, блин, Квана, что она говорит, Symphony of the Night. Это вершина. Ты прям мог в нее на PlayStation 1, да, поиграть? Да, PlayStation 1 ее купил в 97-ом. Помню, увидел рецензию в Великом Драконе или в стране игр, и все хвалят ее. Я думаю, окей, пошел, купил. А, все, это на всю жизнь меня. Я обожаю эту озвучку, я все наизусть знаю. С другом помню. Там же на платежских дисках была тема, что сам саундтрек всегда на диске с игрой. И ты мог включить просто режим саундтрек. И я под них, помню, рисовал столько бесценных ночей, где я слушаю эту музыку и рисую какие-нибудь свои работы или проекты. Так что, да, Symphony of the Night это величина просто невероятная. Хорошо. Я был сколос ввел. А вот сейчас, смотри, сейчас возвращаются достаточно успешно некоторые вот, в частности, из битэмапов, с 30 фрейдж, 4-ая вышла, черепахи, Штедерс, Ревенш, вы что-нибудь играли? Интересно? Я прошел, стрелять, черепашки, я безумный фанат битэмапов, с детства, это были одним из моих любимых игр. И, кстати, наша игра, которая выходит, там в ней будет большой, хоть она и мобильная, но это наша отличная черта, что она будет битэмап-поставляющая. Там мы сделали все, джойстик, конечно мобильная, там изучаешь, сектора, все такое, но с вами битвы происходят в процессе битэмапа, так что это отличительная черта. Наши олдскулы туда заточены были очень серьезно. Я не пошел черепашек, собираюсь, но стритов рейдж 4 был шикарным. Как же я любил стритов рейдж в 92-м и 3-м, я без них жить не мог. Но самого любимого битэмапа, как и странно, все-таки битэмап на Денди, это Final Fight. Я обожаю все там. Там такой увлекательный игровой процесс, он так затягивает. Вот самая лучшая отдача именно была Final Fight на Денди. Там, где Денди-вский вариант. Вы же знаете историю Final Fight? Если не знаете, то это первый битэмап, который, собственно, чуть ли не родоначальником битэмап считается. Каткомовский первый Final Fight. Он вышел на аркадных автоматах, в аркадах был. Люди играли, там платили четвертаки. И, собственно, Street of Rage это ответ на популярность, на безумную популярность. Это Сеговский Final Fight. Но, видя гигантскую популярность Final Fight на игровых автоматах, Нинтенди сделала свою версию на Famicom, на Денди. И вот она, это мой любимейший битэмап всех ревенов народов. Он самый затягивающий, самый мой любимый. здесь не мог промолчать. Я запишу себе. Final Fight. Так, хорошо. Ну, на самом деле, ты можешь вполне так спокойно сходить на подкаст к любому ретро-игровому обзору. Ну, конечно, я могу с ними часами без конца разговаривать, так что связывайте меня с ними. Ладно. Едем, да, в современности. Тебя привлекают видеоигры, в которых упор идет на визуал, основная часть там визуальные, новеллы, какие-нибудь интерактивные, вот, я не знаю, видел или нет, вот в жизни страдания господина Бранте, да, выстрелила, потому что недавно, где, то есть полностью все визуально, и ты там принимаешь решение, или, ну, адвенчура. Причем, каюсь, каюсь, здесь я, это немножко не моя сфера, я могу, наверное, посмотреть это на ютубе из прекрасного арта, но сам я в такие не играю. Видимо, это тоже связано с тем, что в детстве такого просто не было, да, и все мои вкусы зарождались, когда это было в основном экшен-адвенчур. Просто я к чему у тебя был джем, и это был, по сути, интерактивный комикс. То есть, я так понимаю, у меня не было возможности это не интерактивный комикс. Интерактивность это когда у тебя в зависимости от твоих действий меняются какие-то сюжеты. Нет, у нас ничего не меняется. У нас единственное было нажать кнопочку продолжения, чтобы дальше играть. Ну, это как бы малая часть, да, а тут как будто ты можешь раскрыть эту тему. Не думал? У нас веток не было, у нас было все, как мы задумали. Человек просто смотрит motion, потому что там движение происходит. Ну, вот его отличительная черта. интерактив это уже игра, это уже можно назвать игрой. Вот эти интерактивные вещи, да, у меня тут комары в Таиланде, не подумайте, что я с ума сошел. В общем, да, как-то вот меня этот сегмент не зацепил. Я играл в адвенчуры, в RPG-шки, та же Final Fantasy, без которой я своей жизни там представить не могу. но вот такие вот визуальные новеллы, да, как-то я знаком с ними, и у меня многие там, я смотрю видео, я смотрю арт из них, на Ютубе все, у меня целая коллекция этих, но сами не играл в них, как ни странно. Ну, я еще меня веду, как автору, не думал, что в этом направлении. Или это как бы уже откат назад? На этом Motion Comics Jam это и было мое такое вхождение в визуальные новеллы, но мое стремление всегда было к full animation, поэтому что-то может привести, знаешь, никогда нельзя зарекаться, что-то может привести меня к тому, что я вдруг обнаружу себя делающим с удовольствием визуальные новеллы, но сейчас, да, все мое стремление к анимации, поэтому нет, визуальные новеллы это, я и так их делаю, это storyboard, это визуальная новелла для того, что ты делаешь. У меня же изначально весь экстерий в визуальной новелле, да, был представлен, потом уже анимацию продумываешь там и так далее. Так что storyboarding это часть моей жизни, но конкретно остановиться только на визуальной новелле мне пока, да, нет ни желаний, ни стремлений, но всегда это все равно изобразительное искусство, а значит зарекаться не стоит. Хорошо, Рдыни, у тебя есть какие-нибудь еще важные вопросы, которые тебя волнуют? Я вообще просто наблюдаю с радостью о том, что Виталий говорит. Вот, собственно, все, уже. это зрители в сутки. Хорошо, тогда у меня есть еще просто небольшой блиц про комиксы и все. Давай, давай. Я думаю, потому что вроде как все немного уже притомились, но так классно, ну и мне так интересно меня позвали к большим деденькам. Хорошо, тогда, Италий, блиц у нас как у Дудя, что там быстро, но не обязательно там коротко, что там говорит, вставишь, короче. Что такое говорили? На монтаже. Хорошо, Виталий. Майк Миньола или Кентара Миура? Так, подожди, первый не услышал. Майк Миньола или Кентара Миура? Майк Миньола. Без него мы в своей жизни не представляем. Хорошо. Манго или комиксы? Да, здесь тяжело выбрать, конечно, просто. Наверное, комиксы в визуальном плане манго в плане истории всегда больше цепляет. Хотя я учился так много на Наруто и в Акумане, видишь, как сложно выбрать. Короче, нет, не могу, ничья. Все, и все, все, и все, важно. Так, ну, с Миньолой понятно, что насчет Тодда Макфарелина, который спаунов придумал. Да, я знаю, я знаю, его, его... У него там все издательства, вот эта вся тема. Да, да, манго, она всегда меня цепляет и рисунком, и историей. Комиксы, я не могу вспомнить ни одного комикса, который бы мне был истории интересен. Они хорошие, но в первую очередь я всегда любил комиксы из-за их визуально. Поэтому Макк Миньолу, он у меня чемпион, у меня на первом месте, на втором месте у меня Эшли Вуд. Но они, в первую очередь, художники. И у меня нет ни одного комикса, который бы я любил из-за истории. Но тот же Хеллбой история там хорошая, но не то, чтобы она заставляла тебя так взрывал твой мозг, как та же манга. В манге ты иногда почитаешь, боже мой, ты не можешь уснуть. В комиксах у меня такого опыта не было. Следовательно, история манга, изобразительное искусство и комиксы. Ну да, Хеллбой, он такой про атмосферу, может быть. Да, про атмосферу, про графику. Следующий, про комиксы. Такой момент. Насколько комиксист должен быть хорошим художником? То есть, насколько автор должен не только интересно рассказывать, но и интересно рисовать? Потому что, вот, несколько лет назад вышел Ван Пачман, да, и Ван, автор, он не умеет рисовать, наверное, я не знаю, ну, то есть, насколько-то умеет, но в конечном итоге просто те главы, которые вышли в качестве там веб-комикс, по-моему, их просто перерисовали уже другие нанятые художники. Вот. Ну и как ты думаешь? Я считаю, что такие авторы, как автор Ван Пачмена и Моба, да, это гении, которых один там на миллион, если не на миллиард. Это уникальный случай, это просто феномен. И таких людей очень-очень мало. Поэтому он доказал прекрасно и ему подобное, что, конечно, рисовать не так важно, если твоя история настолько сильно цепляет, настолько сильно смешит твой юмор, что и под его историю, да, под то, что он делал, его рисунок как раз был под стать, да, ты смеешься, ты видишь лицо Сайтана, ты видишь лицо Моба, она вовсе работает идеально, да, в совокупности всем происходящим в этом сюжете. Поэтому их пример учит тому, что, да, рисунок не важен. Но просто в индустрии, если ты приходишь, допустим, в Marvel или в DC, да, рисовать там Бэтмена или Человек-паука, без профессиональной подготовки тебя не возьмут. Просто его бы не взяли, этого парня, и слава богу, но его бы не взяли, если бы он хотел рисовать Спайдермена. Может, его сейчас возьмут, поскольку это уже имя, которое колоссальное значение имеет. Но если бы не было у него за плечами Иван Пэтчмена и Моба, его бы просто не взяли. Поэтому, конечно, тут надо разделять. Если ты хочешь профессионально и круто рисовать Бэтмена, то без рисунка тебе не обойтись. Если ты хочешь создавать что-то свое авторское, своим авторским стилем, со своим, не знаю, очень-очень простенькими рисуночками, которые буквально каракули, но они идеально с текстом сочетаются и всех невероятно радуют, то, конечно, рисунок не так важен. Так что тут либо ты профессионально рисуешь и делаешь какие-то вещи, либо ты рисуешь непрофессионально, но свои авторские вещи делаешь. Приди без профессиональной подготовки к серьезному автору и сказать, что если я вот этим... Может, может так совпасть, да, что придет человек, который рисовал значмена какого-нибудь мэтра, он подумает, слушай, да, рисунок, наверное, не очень классный, он не зацепит большинство людей, у которых вкус выработался, но истории он будет идеально, подойдет. И появится еще Лан Патчмэль. То есть тут видишь, вот так вот всегда двояко. Всегда у каждой медали есть две стороны. Ну, про Марвел, да, ты хорошо вспомнил, потому что дальше я вспомнил про Роба Лайфилда, я не знаю, слышал ты о нем или нет, он вместе с Тоддом Макфарленом тусил, и это на, значит, момент его пика был, он был один из суперзвезд вот этой комиксной темы, и одним из самых высокооплачиваемых художников, да, Марвел его за несколько миллионов купил, и потом он, значит, выдавал очень странные арты, то есть там вот есть один очень популярный арт Капитана Америки, даст бог, Эрдини потом вставит, где там совершенно не анатомический, уродский Капитан Америка, до сих пор отстала мемом, все шутят, ну вот такое случилось, то есть это просто какой-то случайность? Я, да, я не знаком, да, с его творчеством, и ну вот, да, очень-очень крутые художники, максимально крутым стилем, смотри, ведь в чем фишка, если народ зачастую покупает комиксы из-за художника, то тогда он на расхват, ему платят гигантские деньги, если комикс покупают не из-за художника, а за того, чтобы узнать, что в следующей главе происходит, то художник не так сильно ценится, поэтому видишь, здесь очень важен для художника собственный язык, да, визуальный, чтобы он узнавался, и мастерство, мастерство рисунка, знание анатомии, знание композиции, знание перспективы, всех этих классических элементов, из которых строится картинка, которая привлекает массового зрителя, поэтому то, что он был куплен за огромные деньги, а потом выдал не то, что касалось бы, стоит миллион. Ну, скажем, да, стало мемом даже. Вопрос личности, знаешь, возможно, у него был внутренний конфликт, да, с тем, что его купили за миллионы, за определенный стиль, а ему хочется немножко по-другому себя выбрать, и получилась такая вещь, которую зритель не воспринял. Это частный случай, или такое не часто случается? Я просто видишь, не знаком с этой ситуацией. Это мог быть частный случай, потом он раз переоделся, ой, извините, я больше такое рисовать не буду, и начал рисовать то, что от него ждут. Видишь еще в чем сложность коммерческого продукта, в том, что если ты выйдешь за его рамки, от тебя очень быстро отворачивается. Я здесь не могу судить, я прекрасно знаю, много уже достаточно в этой индустрии, чтобы понимать, что что бы ни случилось, какой бы косяк ни случился, вся вот эта волна хейта, крики фанатов, они, они, наверное, объяснимы, но я знаю, что всегда это ответ на огромный труд, на огромный труд людей, которые там на потом и кровью все это делают. И у меня выработалось определенное уважение. Как бы я относился к стилю этого автора, я ни в коем случае не буду его критиковать. Он просто немой, он меня не вдохновляет своим рисункам, но он нравится людям, он отлично продается, и он достиг это таким же трудом, каким я, знаешь, зарабатываю себе. Поэтому кроме уважения у меня к этим людям ничего нет, и, ничего нет, так прозвучало, кроме уважения, да, у меня никакой критики к этим людям нет. Поэтому у меня скорее такое отношение, знаешь. Я знаю, что это очень сложно, я знаю, что очень сложно пробиться, я знаю, что еще сложнее удержаться, И крики хейтеров, и фанатов, я к ним отношусь скептически, но я понимаю, что требования рынка и требования фанатов одно большое равно, и тут очень сложно пробиться и пытаться что-то новое делать. На самом деле поразительно, что не зная историю робота, максимально точно все описал, разложил по полочкам и ответил именно в том контексте, в котором там это все происходило. Да, кто не знает, может посмотреть. На меня просто, видишь, это универсальная такая среда, где что бы ни случилось, в частный случай он похож на сотню любви. И если я не знаю какого-то человека, но ты можешь рассказать мне, что его там захейтили, я прекрасно, мой комментарий опирается на огромное число других людей, которые прошли через это. Хорошо. Ну, наверное, сейчас вот действительно последний вопрос. Вопрос такой, Виталий, кто твой зритель в плане существует ли в твоем воображении, или где-то какое-то абстрактное сверхсущество, или может быть это какой-то конкретный человек, которому ты хотел бы показать в первую очередь то, что ты создаешь. Может быть это ты 10 лет назад, или ты ребенок, или, ну, в общем, вот твоя активная... Я ответил на мой вопрос, это я, это я в первую очередь. Я рисую то, что мне близко, то, что я люблю, то, что меня вдруг заинтересовало, заинтриговало. Я могу сделать на одну тему, завтра на другую, и я не могу постоянно делать одно и то же. И мой зритель, наверное, тот человек, которому нравится, что сегодня он увидел одно, завтра совершенно противоположное. В одной стилистике, завтра совершенно в другой. Которому просто нравятся рисующие художники. Вот и все. Вот и все. В первую очередь, я ежедневно тренируюсь, практикуюсь в рисунке и там живопись во всех, во всех дисциплинах, в анатомии. Улучшаю как бы свои профессиональные качества, чтобы воплощать свои мечты. Потому что большинство моих идей, да, они все равно идут с детства. Я что-то хотел изобразить, сделать фан-арт на какую-нибудь контуру, но у меня тогда не получалось. А теперь я вдруг могу, раз, и зрители иногда говорят, вау, ничего себе, ты делаешь какую-то супердревнюю вещь, которую никто не знает. Но это потому, что я воплотил наконец свою мечту. Маленькую это могут быть свечи, это может быть что-то с цветом или без цвета. Но тогда я так не мог. Вот этот мой ребенок теперь не нарадуется, когда я могу что-то сделать, что профессионально смотрится. Так что да, ответ на твой вопрос. Спасибо за помощь, это я. Внутренний я, а все остальные. С радостью я очень рад, если кто-то еще оценивает. Внутренний ты, который теперь может увидеть, да, контент, который он бы хотел увидеть тогда. Но теперь есть тот, кто этот контент... Ребенок внутри меня научился рисовать немного и теперь возвращает свои детские мечты. Но в то же время уже переросмысляя их, их как-то в призме своего возраста, своего мирового зрения. Их воспроизводит, их создает. Блин, ну, я думаю, на этом уже можем заканчивать, да, Ваня? Да, супер много. Я очень рад, что я спросил все, что мне было интересно. Виталий, спасибо тебе большое за то, что ты пришел, за то, что ты с нами так классно поговорил. Ваня, тебе спасибо огромное за такие классные вопросы. Виталий, мне интересно, тебе понравилось то, как мы сегодня побежали? Да, было весело, это же моя любимая тема, это моя жизнь. Здесь не было каких-нибудь глупостей, каких-нибудь трендах о чем-нибудь таком. Это тоже часть жизни, но да, мы говорили только о том, что я люблю и спасибо вам, ребята, за это прекрасную возможность высказаться. В конце концов, художники, они большей частью времени сидят наедине перед монитором или там перед листом, или перед холстом. Так что иногда поговорить на эти темы так открыто и с людьми, которые тоже это любят и знают, это большой подарок. Спасибо вам. Блин, все, на этом, я думаю, можем заканчивать. Еще раз спасибо, Ваня, спасибо, Виталия. Всем хорошей ночи, ребята. Да, всем пока. Все, давайте, спокойной ночи.